Вы единственный отечественный тренер, 5 человек команды, которые он вел с детства, сыграли хотя бы один матч в НХЛ. Пришел один родитель и просил, чтобы в первых трех звеньях ребенок играл. 5 тысяч долларов в месяц, я отказался, он мне положил пустой листок бумаги, говорит, пиши, сколько тебе надо. Иван Барбашов так вышел, да, что ему пришлось вашу команду покинуть. Когда 20 человек в бронежилетах и с автоматом заходят в самолет, мы сначала не поняли, что случилось. Коля был единственный, кто сказал, я хочу стать лучшим снайпером, лучшим бомбардиром. Колька всегда выделялся, вы знаете, он такой был всегда веселый парень. Касаясь Никиты Задоровых, было интервью, конечно, на которое я очень сильно расстроился. Умный парень, он не понимает, что только благодаря родителям он достиг того, чего он сейчас есть. Шестеркин уникум, мне кажется, ему кто-то помогает сверху. Предлагали деньги, можно было ни одну квартиру купить в Москве. В случаях попадает в медиа, что там кто-то с пистолетом приходил. Был у меня случай, когда мне хотели переломать ноги. Детский хоккей у нас в заднице. С американцами играли. Я говорю, Андрей, посмотри, какие все атлеты. Я видел, как тренируется тогда Овечкин. Я не знал, что это будет будущая звезда. Раньше там пацаны с улицы, золотая шайба, а сейчас играют только те, кто может себе позволить. Сейчас, чтобы пойти и отвезти ребенка в школу, нужно хотя бы тысяч сорок минимум. Всем привет! Вы на канале Черкасс Атлант. Черкасс по-прежнему в Канаде. Мы в Москве. В Москве тоже есть интересные гости. Мы делаем интересный контент. Вести подкаст буду я. Меня зовут Петр Терещенков. И наш гость. Тем, кто окунался и знаком с детским хоккеем, его представлять не надо. Тем, кто не знает, это Сергей Владимирович Суярков. Легендарный, знаменитый детский тренер. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Всем добрый день. Самое главное в вашем резюме, наверное, строчка такая для публики, это то, что вы единственный отечественный тренер, который пять человек команды, которую он вел с детства, сыграли хотя бы один матч в НХЛ. Никто к такому достижению не приближался. Это мы говорим про ЦСКА-95. Эти ребята Толчинский, Голдобин, Мамин, Зыков и Задоров. Сергей Владимирович, я говорю про легендарность, пять человек, это уникальное достижение. А по-вашему, что определяет значение детского тренера? Это воспитанники, медали, что? Ну, конечно, воспитанники. Мне приятно, что вот именно, как вы сказали, пять человек, которых именно я ставил на коньки. Колька Голдобин, Серега Толчинский, я с ними с шести лет. Никита Задоров тоже самое ко мне пришел, ему было семь лет, он первый раз ставил на коньки. И я их довел именно до конца, до выпуска, и дальше они попали в большой хоккей. И мне очень приятно видеть их, смотря игры в телевизорах. Я всегда и НХЛ смотрю. И то, что сейчас ребята показывают хороший хоккей, который приятно смотреть, и на который ходят зрители. Особенно сейчас вот Колька Голдобин в этом году очень хорошо раскрылся. Переживаю за Серегу Толчинского, также за Никиту Задорова. Сашка Шаров, который играет сейчас в Уфе. У меня, кстати, вот первое звено, которое я в семь лет поставил мальчишек в первое звено, это еще в «Белых медведях». Это Серега Толчинский, Шаров, Голдобин Задоров и был Антонов. Вот из пяти четверо заиграли, заиграли на хорошем уровне, и, конечно, мне это приятно. Но я старался всю душу им вложить. Я жил этой работой ночью, там придумывал разные упражнения, там во сне даже бывало такое. Всегда за них переживал и старался, и мне очень приятно. Действительно, во-первых, для России это, понятно, уникальное достижение. Я пытался найти, а как вообще в Северной Америке, чтобы из одного выпуска попадало пять человек, доросли, скажем так, до НХЛ. Вы никогда не интересовались, такое было вообще? Я вот, честно говоря, не смог не разобраться. То есть, получается, возможно, это вообще общемировое какое-то достижение? Ну, здесь я не знаю, я знаю, что и в России такого нет среди тренеров. Ну, просто повезло, мне очень сильно повезло с мальчишками, мне с ними было легко работать. Я всегда говорил, там, все, что им покажешь, нарисуешь, скажешь. Особенно, там, Голдобин, Толчинский, Шаров, вот этим ребятам. Макс Мамин тоже, Максим Мамин у меня тоже начинал с трех лет. Он вообще начинал у нас с Белых Медведек, потом там родители переехали в другой район Москвы был, он в Подольске. И потом уже в ЦСКА он ко мне опять вернулся. Он очень умный мальчишка. И поэтому, вот, я говорю, мне просто повезло с ребятами. И ребятам повезло с вами. Вот я приведу просто пример для того, чтобы зрители лучше поняли значение, роль детского тренера. Эти ребята, все, о которых мы говорили, они 95-го года рождения. Я был с ними в сборной на молодежном чемпионате мира. Тогда закончился финал. Ну, Россия проиграла 4-5, но Голдобин и Толчинский оба забили по шайбе. И им принесли майку подписать для Сергея Владимировича. И я не помню, кто именно, либо Голдобин. Ну, они, в общем, наверное, коллективным разумом написали. Сергей Владимирович, мы забивали Канаде. Как вы нас учили в Белых Медведях? В Белых Медведях они играли до 9, получается, лет. Да, в 2004 году меня Сергей Належгимаев пригласил в ЦСКА, и я перешел из Белых Медведев вместе с 12 человеками в ЦСКА. Из 12, 8 человек в дальнейшем играли в командах КХЛ, ну и НХЛ, конечно. А у вас эта майка на видном месте, это приятный? Да, в доме она, это приятно, у меня было очень приятно. Это самый, наверное, дорогой подарок, который мне вот мальчишки дарили. Голдобин, вдвоем ведь выходит, передача, бросок. Да, вот она, помечтать-то порой не вредно. Это действительно из Белых Медведей, это комбинация прям, ну это серьезно так и есть, как они написали. Да, мне всегда нравилась именно кондиционная игра, именно вот хитрая игра. Я всегда говорил ребятам, замаскируйте свой пас, покажите бросок, отдайте пас. И когда забивают в пустые ворота, ну это для тренера, это самый красивый гол. Ваши, получается, воспитанники играют на таком уровне, важнейший матч. Вот как смотрит его тренер? Это мне почему-то представляется, помните, как в «Легенде 17» этот меньшиков Тарасову изображал, где он ходил палочкой, там что-то двигал, вы нет? Ну как-то поспокойнее это? Не, ну я всегда переживаю очень сильно за своих ребят, за своих воспитанников. Даже сейчас, когда смотрю там любые матчи, я вот именно когда находятся на поле, они всегда переживаю очень сильно. Ну это-то особенный, все-таки финал чемпионата мира это... Ну, я по телевизору, да, посмотрел это, и мне ребята потом позвонили после игры. Ну, как легенде 17. Да, они сфотографировались, во-первых, там все вместе, там и Макс Мамин был вместе, и Сашка Шаров с ними. А вот вы, кстати, говорили, что майка самый ценный подарок, а вот, ну есть же истории, что там Капризов купил своему детскому тренеру, там, автомобиль или кто-то там еще, до такого у вас не доходило? Ну, поверьте мне, это ценнее. Нет, 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 я просто уточнил, мало ли. Давайте, да, начнем сперва про ребят, потому что они сейчас все на виду, интересно, кем они были в детстве, как росли, а вот к серьезным темам развития детского окей вернемся чуть позже уже тогда во второй части. Тем более надо понимать, да, что они все еще и посмотрят это, ну, под вас-то они все соберутся. Так что всем привет, с кем знакомы. Вы часто встречаетесь, да, вот этим выпуском, когда вот все сядут, такая атмосфера, ну, как вот на встрече выпускников, естественно, возникают, там, самые какие-то лирические воспоминания приходят. Вот какая самая ваша любимая вот про этот год байка? Ну, не такая, как рассказывал Задоров, когда он говорил, как его папа известная, его высадили в самолете, он на низких подкастах рассказывал. Купили родители в Дьюти-фри вискарик, ну, а ты в самолете его не можешь открывать? Ну, они открыли, ну, по классике русской, да, ну, и стюардесс увидел я там. И мы прилетаем, короче, в Монреаль садимся, и просто полиция заходит, и, короче, моего батю, нашего второго тренера, и толщинского маму, короче, обезьянник, вот так вот просто наручник выводит. Когда была это просто такая, ну, жестокая несправедливость, да, когда вот нас в автобусе, ой, не в автобусе, в самолете, когда нас, да? Да, да, ну, вот что их зависит, да, мы приземлились, по-моему, в этом Монреале, что ли, приземлились, мы уже прилетели, и когда 20 человек в бронежилетах и с автоматами заходят в самолет, мы сначала не поняли, что случилось, и когда вводят наших родителей, которые, ну, я знаю сам, что ничего такого не было, это было, конечно, несправедливость, мы там долго в аэропорту разбирались, потом всех отпустили, но для чего это было сделано, я так до сих пор и не понял, просто это. А каких-то других таких баек, да нет, я хочу сказать, что вот благодаря там Сереге Толчинскому мы выиграли финал регионов, когда проигрывали, когда там даже уже я чуть ли не опустил руки, у меня было такое, мне до сих пор это стыдно, Серега завел команду, и мы, проигрывая локомотиву, Гаврику, Рафику, которые играли тогда за этот локомотив, выиграли, и в полуфинале обыграли их 4-2, и вот я хочу Сереге вот сейчас, сказать спасибо огромное, я это помню, мне это стыдно, и больше таких у меня моментов никогда не было, мы 0-2 угорели и выиграли 4-2. А что конкретно вы, ну, если вот подробности этих действий, которые вы привели, за которые вам стыдно? Ну, знаете, я всегда на скамейке живу, я такой, ну, вот там, на ребят там кричу, подсказываю, там, ну, где-то вот именно завожу их, и тут чуть-чуть я замолчал, 0-2 счет был. Ну, да, где-то, и, может быть, Серега это увидел, и он взял на себя эту роль, и начал всех подбадривать, сам вышел на льду, во-первых, он, конечно, и показал, какой он лидер на льду, и они тогда сколько как раз забили, очень хороший гол в одно касание, я помню, третий забили, четвертый уже там, пустые ворота, по-моему, был гол. Вот именно третий, когда сравняли 2-2, и третий они вывели, ребят. Вот здесь я вот именно благодарен Сереге за этот момент, который я помню и очень часто его анализирую. Вот интересно, просто Толчинский, ну, принято считать, что это такой игровичок, он небольших габаритов, а у вас в детских командах он был капитаном, причем, по-моему, больше по карьере он никогда не ассистентом, не капитаном, не был уже во взрослом хоккее. Почему? Сейчас он, по-моему, ассистент в СКА. А в Питере? Ну, может, это я упустил, то есть это просто тренеры не понимали, что на самом деле по духу лидер, или у него все-таки немножко вот что-то сместилось в этом плане? Нет, он просто скромный парень, но вот именно он характером, у него настоящий характер, настоящий характер мужика. Я вот хочу сказать, вот один такой у меня момент был, мы еще в «Белых медведях», участвовали в турнире, в нашей команде «Белые медведи» 95 по 94-му году. Ребятам было 8 лет. В те времена разрешены были силовые приемы, ну, в любом возрасте. Я помню, Серегу очень сильно приложили к бортику, так, очень сильно, еле-еле дали. А он тоже был меньше всех. Да, тем более, во-первых, мы были младше там на год все, ну, вся команда. В таком возрасте это, конечно, видно, плюс он ростиком был там, и Колька Голдобина, и Серега небольшого ростика были. И я думал, ну все, он дальше играть не будет. Нет, он завелся, и он вышел на следующую смену, он просто начал всех бить. Я вот, всех со всеми сталкивается, он не испугался. И вот тут я понял, что у парня есть настоящий характер, настоящий характер мужика, и в дальнейшем он всегда, он никогда не давал в обиду ни себя, ни своих партнеров. Когда говорят тренер, допустим, любой, что и вот в этот момент я понял, что он станет большим игроком. Это не какая-то там присказка и фигура речи, это действительно можно по одному эпизоду, ну, какой-то такой большой вывод сделать. Ну, я надеялся, потому что я тогда еще был, ну, молодым тренером, у меня такого опыта не было, как большого. Сейчас, да, я могу где-то сказать там, ну... А то сейчас вы можете прямо сказать, вот он... Ну, я... Ну, хотя бы вероятность высокая, да, что если он не сбавит... Потому что вот оглядываясь тоже назад, ты смотришь, там есть игроки, которые вот должны были заиграть и заиграть на хорошем уровне, и они... Ну, разные интересы появляются у ребят, там, 16 лет, и которые их уводят от хоккейной жизни, эти интересы. Вы же после этого возраста, 95-го, еще два у вас было, правильно? Нет, 2002-й год еще было. А вот сейчас 12-й... Сейчас 2012-й, да, мальчишек, который я вот для себя решил, вот, доведу до конца, и, наверное, скорее всего уже... А вы вот, я просто к чему веду, вы сказали, как, ну, с возрастом меняется, там, мировоззрение, какие-то влияния сторонние появляются, а вот сейчас вот эти все соцсети, там, Ютубы, просто, ну, такое часто мнение слышу, что это, мол, так на молодежь влияет, вот на хоккейную молодежь это влияет, что они, там, где-то парят не там? Ну, первое влияет то, что они свободное время проводят только с гаджетами, вот это самый основной минус для нас, для тренеров, и поэтому мы стараемся их развивать и больше заставлять их двигаться, потому что даже во времена Сереги Толчинского, там, я знаю, что свободное время они проводили где-то на коробках, там, играли в футбол, там, где-то развивались, бегали, там, а сейчас вот спрашиваешь у детей, в свободное время дайте телефон, дайте гаджет посидеть там в интернете, в каких-то играх компьютерных или еще что-то, вот это, конечно, большой минус для, вообще, для развития спортивного ребенка. То есть, получается, они становятся более инфантильными, и из-за этого у них вот эта вот спортивная именно злость, ну, им тяжелее ее в нужный момент достать, даже если она где-то, ну, она у всех, наверное, где-то спрятана внутри, просто надо уметь доставать ее. Да нет, спортивная злость, она либо есть, либо ее нет, если честно, так вот она вот видно, если мальчишка, он по спортивному злой, именно с характером, главное, я всегда говорю, что у хорошего спортсмена должен на первом месте быть характер, это как стержень, уже потом основное приводится, там, техника владения, клюшка, техника катания, там, игровое мышление, но характер, характер проявляется именно, когда тяжело. Я просто сказал, что дети сейчас перестали двигаться, вот это самый основной минус, свободное время, и вот этот интернет, компьютерные игры, это вот, вот это мешает. А то, что характер, мы стараемся, развиваем детей характер именно, вот, и особенно видно, это говорю, когда команда где-то проигрывает, где-то вот тяжело команде, смотришь, на кого можно положиться в этот момент, и вот из таких обычно и получается. Вот взять Вальку Зыкова, который сейчас играет за СКА, я не могу сказать, что он играл у меня на, ну, один из лидеров был, он тоже играл за сборную юниорскую, но он никогда не показывал тренеру демонстративно, что как он работает, он втихаря приходил в ледовый каток ЦСКА, втихаря, никто не видел, он там бегал по трибунам, потому что у него был лишний вес, ему нужно было там, я ему говорил, надо там, сбавить весы. Вот он бегал, свободное время, и вот поэтому, я думаю, что он добился того, что он сейчас имен. А как вы говорите, демонстративность, кто-то приходит и ходит перед раздевалкой в майке, что вот, мол, тренер, я. Еду к раздевалке, все, они стоят, болтают, увидели тренера сразу, начиная там прыгать, там еще что-то, на скакалках прыгать, ну да, показывают тренеру, смотрите, как я работаю, хотят получить плюсик. Нет, вот Серега так никогда не делал, я знаю там, ну многие, те, кто так делал, те так и не заиграли. Но это же все равно вот удивительно смотреть, как они взрослеют, да кем становится. Вот Коля Голдобин был на пяти чемпионатах мира, работал в сборных, ну, соответственно, перед ними там со всеми какие-то делаются интервью, я либо там сам что-то делал, либо, ну, участок помогал там в съемках, обеспечивал, и вот единственный человек, то есть всем, ну, там, нападающим, ярким задают вопрос, а ваша цель на турнир, все говорят, ну, там, команда, выиграть золото. Коля был единственный, кто сказал, я хочу стать лучшим снайпером, лучшим бомбардиром. Колька всегда выделялся, знаете, он такой был всегда веселый парень, вот в команде там. Я наказываю, помню, у нас на сборах там наказание было такое, снотворное, ну, кто не спит, там, плохо засыпает, они их со мной выходили, я им выдавал снотворное, они у меня отжимались там под мой счет много раз. Что? Сколько? 200? Больше? Много, много, не буду говорить, а тот сейчас скажет, вот как он издевался. Так, когда Колька оказывался в этой группе, все смеялись все время, я их, наоборот, хотел так, чтобы они, ну, испугались этого снотворного, будем так говорить, и не хотели больше получать. Нет, с Колька, наоборот, он там, он веселил всех, отжимался и веселил, и всем было... То есть люди, как это, стремились попасть в эту группу отдыхающих, чтобы поугарать чисто с Колей. Вы все их в ЦСКА воспитывали, Серега Толчинский после победы «Авангарда» выходит свою знаменитую, выдает фразу у вас... Я вам скажу, что мне ночью, ночью эту фразу за окном кричали другие люди. Ну, не знаю, в этой всей истории просто случайные. Просто там видно, они там горяча выпили, и вот эту кричалку Серегину тут под окном я... Ну, мне даже было приятно, что вот Толчинский даже такой вот, что люди его слушают, и... А, ну, то есть такого нет, да, что это вы же наверняка им прививали... Да нет, но это на эмоциях все. Конечно, я понимаю, там у Сереги, ну, может быть, какие-то были обиды на ЦСКА, возможно, скорее всего. И там, я так понимаю, после такой победы, там, шампанское, наверное, которое они там из кубка выпили, ударило в голову, и где-то на эмоциях он это крикнул. Я знаю, что он потом жалел, мы с ним разговаривали. Вы его, то есть, не журили, сказали, типа, бывает, и объяснили, да, что... Ну, понятно. Ну, на эмоциях всегда бывает все. Все-таки это, тем более, такие эмоции, которые они, вот, победа в кубке, это больших эмоций стоит. А, кстати, вы же, получается, работали в трех, да, московских больших клубах. В ЦСКА, в Динамо и Спартак. А вы вот за кого-то болеете, с учетом того, что вы, допустим, вот ЦСКА, вы с Могильным же, да, были одного года вместе, тренировались? Да, Сергей Федоров, ну, Федоров-то в нашей команде не был, он уже приехал, уже такой, состоявшийся хоккеистом сразу, в команду мастеров, а с Сашкой Могильным, да, мы играли в одной команде. За кого болею? Да я больше болею за своих ребят, сейчас, конечно, больше болею за Спартак, потому что болею именно, переживаю за Алексея Жамнова, я считаю, он хороший тренер, и он показал, посмотрите, сейчас то, что столько не достигал никогда Спартак, и... Ну, давайте пока постучим, там, у них же планы большие, сейчас только полсезона. Ну, все равно уже приятно, он сделал команду, на которую приятно смотреть, на игру, он поставил игру команде, на которой именно приятно смотреть, так же, как на игру Игоря Лорионова, Торпеда, приятно смотреть, я за эту команду тоже болею, за ЦСКА я болею, потому что там Макс Мамин играет, я болею, за ЦСКА тоже переживаю, там, за Серегу Толчинского, и тот же мне очень нравился, Никита Серебряков, хоть он не в моей команде играл, но я считал, по 95-му году это сильнейший вратарь вообще вот в те времена, и ему благодарен, я благодарен, когда мы вот в Виндзоре выиграли неофициальный чемпионат мира 17-летних, это большая именно его заслуга. В Виндзоре выиграли этот турнир, Сергей Владимирович возглавлял сборную юниорскую, и команда как раз с 95-го года, они заняли первое место, причем до этого этот турнир, он же ежегодный, да, правильно, но его до этого выигрывали в последний раз в сборной России, в которой играл Ковальчук, то есть это по 83-му, да, 83-го года рождения, и там как раз Серебряков же у вас был основным, и в то время он котировался выше, чем и Шестеркин, и Сорокин, которые сейчас вот звезды НХФ. Это вообще, это Шестеркин, это, я не знаю, это уникум, которому, я не знаю, там, мне кажется, ему кто-то помогает сверху, и плюс его работа, но никто не мог сказать, что там лет 16-17, что Шестеркин станет таким вратарем, супер вратарем. С лидером поколения был Серебряков, вторым считался Сорокин, да, или Бочаров? Нет, тогда Бочаров, это в Динамо было, вот Серебряков-Бочаров, у меня в ЦСКА был хороший, сильный Андрей Филоненко, один из сильнейших, тоже вратарей там, но ему не повезло, он, играя в баскетбол, получил очень серьезную травму, и из-за этой травмы он три года не мог, у них сильно болела нога, и вот я считаю, что эта травма ему, конечно, она... А Шестеркин был как бы второго эшелона, да? Ну, понимаете, ЦСКА забивала Шестеркина, там, больше десяти голов, когда мы играли там против крыльев, был такого среднего уровня, среди детских вратарей, будем говорить так, средний уровень, но вот ему повезло, и он был в Спартаке, я знаю, потом вот он был в СКА, и сейчас, ну, где-то кто-то ему, мне кажется, там помогает. Ну, он сам же все равно, это же вот такой проделать путь, тем более. Ну, вот, да, по вратарям я ничего не могу сказать, потому что, ну, я тренер полевых, будем говорить, игроков, я никогда не смогу быть тренером вратарей, и здесь непонятно, конечно, много таких вратарей, которые на детском уровне были среднего уровня или слабенькие, а стали хорошими, сильными игроками. Надо обратить внимание, что мы говорили про пять НХЛовцев из команды Сергея Владимировича, но там мог быть шестой Иван Барбашов, но в 10 лет там так вышло, да, что ему пришлось вашу команду покинуть, вот тоже удивительно, вроде человек два кубка Стэнли выиграл, а не пробился. Ну, это было я, да, в 10 лет там было такое, что я пришел в команду, чуть-чуть переставил его в четвертое звено, я тогда помню, мама обиделась как-то так, и они ушли в Динамо к Андрею Владимировичу Капрану, тогда тоже хороший, очень сильный тренер, сейчас он и работает в Нью-Джерси, в Америке. Да, обидно, но Ванька, это тоже вот вспомнить его карьеру, как он вообще рос, парень, я говорю, он в 15 лет не попадал в команду сборной Москвы, а в 16, уже когда я возглавил Нью-Йоркскую сборную, он был лидером там, то есть вот он сначала, он очень сильно поменял стиль игры, он ездил в Северную Америку, там тренировался иногда, ну вот когда у нас там были каникулы там в июне месяце, и приехав с Америки, он просто стал играть в северноамериканский хоккей, то есть без прокатов сталкиваться, бить всех, лезть такой вот, и из-за этого он стал лидером, и лидером именно в команде Динамо, и он там был капитаном стал. Все же видят, как Барбашов добавил из-за того, что ездил в эти северноамериканские летние лагери, вот кто-то же, наверное, этот пример подхватывали, вы же сами говорите, что там родители все смотрят, друг за другом наблюдают, или это никакой толчок этим поездкам в Америку не дало, а вот на общем уровне? Знаете, ну тут я не могу сказать, многие ездят туда, и многие ездили, даже сейчас, вот я многих ребят знаю, которые играют в КХЛ, где-то лет в 15-16 уехали туда, там поиграли в юниорских лигах разных, сюда вернулись, сейчас играют на хорошем уровне тот же Денис Ян, там Крастылев, Максимов, это ребята, которые помладше 95-го года, которые сейчас играют. Вот, но Ванька, ну это уникум, вот Ванька именно уникум, вот как он так поменялся прямо в один год для меня, вот я говорю, я его не брал в сборную Москвы, а в сборную России, в юниорскую сборную России, я его взял с большим удовольствием, он играл в первых звеньях, основным игроком, вместе с Валерой Нечушкиным. Вот все же знают, что Андрей Разин когда-то вел год в ЦСКА, по-моему, два сезона, он там про это тысячу историй рассказал, которые мы тоже, наверное, вернемся, у меня они выписаны. Он ушел в Словакию, да, уехал, а этот год достался вам, и вы вот смотрите, Разин, он, ну, тем же самым, по сути, занимался, а теперь где он в КХЛ, у вас таких вариантов не было? Знаете, у меня была цель, я всегда как бы ставил перед собой цель и шел к этим целям быть тренером там сборной юниорской, там, и в дальнейшем, конечно, я хотел быть тренером КХЛ. Я уверен даже, я бы добился этой цели, но как-то я приехал в Ярославль, для меня Ярославль очень много значит, я там играл пять лет, там много знакомых, моих друзей, и я там с ними разговаривал, они мне так сказали, говорят, Серега, а зачем тебе лезть в это? Ты очень хорошо работаешь с детьми, тебе здесь очень хорошо получается, зачем тебе это? Ну и поработав там в сборной, я понял, что куда-то туда дальше наверх на самом деле я не хочу, я хочу остаться именно с мальчишками, мне очень приятно с ними их тренировать, с ними работать, и мне доставляет удовольствие эта работа. Вот тогда как раз и я, может быть, и отказался от сборной из-за этого, и захотел именно остаться в детском хоккее, не полез-то. Ну то есть потому что вы имеете в виду, что там много движухи, так скажем, не только... Ну понимаете, да, я не люблю, когда мной руководят, мне говорят, что делать. Я вот знаю, что вот если я ошибусь, так лучше сам ошибусь. А тут там, я думаю, что именно заставляют иногда делать то, что тебе не хочется. Задоров, еще один ваш воспитанник, он говорил, причем здесь же на подкасте Черкасс Атлант, что вы их готовили так, как никто не готовил. Сергей Владимирович такой был тренировочный процесс построен именно на индивидуальном мастерстве. То есть каждый день ты занимаешься, там, одна тренировка на руки, одна тренировка на катание, другая тренировка на удержание шайбы, третья тренировка на какую-то борьбу. Правильно говоришь, что действительно по такой схеме никто не работал в то время в детском хоккее? Ну да, я, может быть, так даже свою методику вот именно сделал, которая, я считаю, и сейчас дает результат. Вот можно посмотреть на «Спартак». Все ребята, все тренеры, которые пришли сюда со мной, они вот именно работают под этой методикой. Мы в основном развиваем индивидуально мальчишек. Мы очень мало занимаемся именно над тактикой. Да, там тактика все равно, она нужна где-то. Больше мы на разбор игр по видео. А вот именно на льду техника владения клюшкой, техника катания. Да, может быть, и много этим занимаемся, но это и дает результат. И я это увидел именно на 95-м году. Я вам скажу честно, вот тренирую 95-й год, и вот хочется именно сказать на эту тему, я давно это хотел говорить. Всегда мне говорили, что я форсирую мальчишек. Вот это 95-й год, всех это. Вот именно форсирую, что много с ними занимаюсь, занимаюсь. У меня даже было, что мы с ними занимались 8 лет, там два раза в день ледовые тренировки. И это, кстати, мама Задорова подошла ко мне и говорит, Сергей Владимирович, дети лезут к вечеру уже на Настину, может быть, еще с ними позанимаетесь? Я говорю, ну если вы хотите, давайте. Я помню, там были свободные льды, там школа вратарская была, школа там был свободный кулачок. Я сначала не с несколькими ребятами просто занимался. Потом уже вся команда захотелась. Ну и вот так занимался много. И когда звал к себе в команду ребят, которые рядом живут, и мне мамы говорили, что я форсирую. Говорит, нет, куда к вам идти, вы форсируете детей. Мы лучше останемся, придет время, мы догоним и обгоним вас. Ну хорошо, пришло время. Это мама, которую я звал к себе, попросилась уже ко мне в ЦСКА. Я говорю, зачем мне вас брать в пятое звено? Тогда я их приглашал в первое звено. К чему я это говорю? Все равно с мальчишками нужно развивать, не нужно гонять, а именно нужно разносторонне развивать и работать над теми двигательными навыками, которые в дальнейшем и пригодятся. И да, вот с ними я работал. И почему у меня вот именно 8 человек, которых чисто я стоял на коньки, они дальше заиграли и заиграли на хорошем уровне. А вот вам же могут возразить, что, получается, в этой группе Киеве 95-го года, может быть, просто так сошло, что столько талантов совпало, потому что в следующем же году, в Динамовском выпуске, у вас кто был, те, кто вышел, Злодеев, Тринеев, Догущин, вот до НХЛ дошел. Это же ваши, да? Не, ну там сейчас и Косолапов хорошо играет, и Сашка Кисаков, и Мачулин Вася играет сейчас за Сочи, защитник Смирнов, Большаков играет, правда, сейчас в вышке они играют. Ванька Дедковский, я считаю, был очень перспективный, сильный мальчишка, но вот в том году случилось, он в Сочи играл хорошо в Сочи. Непонятно, что с ним случилось, до сих пор не поймут врачи, у него пропало зрение, причем прямо в один день. И до сих пор он сейчас восстанавливается, но уже о большом хоккее забыть очень жалко. Я думаю, что из этого мальчишки бы получился сильный игрок. А почему-то об этом нигде не говорилось, вроде же их звено, по крайней мере, по молодежи гремело, это Злодеев, Тринеев, Дедковский, и вроде эти на слуху, а про то, что с ним... Кузьминов Егор, который сейчас, я считаю, да, там я, он в последний год, он ушел там в ЦСКА, но 6 лет я его тренировал, и хороший, я думаю, что этот тоже мальчишка хороший, сильный. Нет, сейчас много по 2002 году, именно тоже мальчишек очень много. Да, может быть, нет таких сейчас на данный момент звезд, как Даня Гущин, я надеюсь, сейчас там заиграет. Тринеев сейчас там хорошо играет, но он, правда, да, он играет, и сейчас в первых играх там не забивал, сейчас стал забивать. Саня Кисаков, ну, Саш Кисаков, я, он все-таки, он больше стиль игры, наверное, как АХЛовский, здесь такой вот он, он игровичок тоже, ну, как Колька Голдобин, он такой хитрый, может разобраться с ортарем, но он в силовой хоккей... А он где-то, он тоже в АХЛ, в Рочестере, да? Да, 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 да. То есть, получается, в общем, говорить о том, что методика сработала только на 95-й год, нельзя, потому что эти парни также, ну, доказывают, что... Посмотрим, сейчас пройдут, я думаю, что кто-то из них заиграет. Вы когда-то говорили, что, допустим, Толчинский вот совершил ошибку, что уехал рано, а сейчас вы сказали, что здесь играть там не давали. Ну, вот других ребят, например, провели. Если мы уже перейдем к проблемам нашего хоккея, то вот этот переход, что мы как бы не сберегаем, что кто-то уезжает вынужденно, не потому что он прям хочет уехать в Америку, а просто получается, что там будет больше шансов. Понимаете, вот сейчас я много анализирую именно... Многие говорят, специалисты такие, что проблемы в детском хоккее, там блатные игроки, там еще что-то, но это бред. Обратите внимание, до 15-16 лет дети, мы на международном уровне выиграем все, все, что возможно. Все, и причем очень хорошо выиграем. Но когда дети уходят в команду МХЛ, вот там, там очень многих мы теряем. Там нужно тренеру давать результат, там большой разрыв между игроками в возрасте я в плане. И вот эти, которые только-только пришли в команду МХЛ, они просто сидят, не играют. И за год они просто деградируют мальчишки. То есть как лимитчики сидят в КХЛ, так же там, ну по сути, те же лимитчики, только в МХЛ. Я знаю одно, что играя в четвертом звене, мальчишка не развивается. Не развивается в плане того, что он очень мало проводит времени на игре. Плюс я не знаю, там тренировочный процесс. Раньше вот я вспоминаю, как меня молодого там тренировали. Там даже общая тренировка, потом остается 30 минут, и зайти 30 минут, нас просто молодых так гоняли, что мы потом еле-еле выползали. Сейчас так не тренируют, и молодежь, смотришь, как там в МХЛ, они пропадают. Поэтому некоторые уезжают в Северную Америку, они считают, что там в этот момент я, ну, возможно, и лучше. Почему Серегу тогда он уехал? Они тогда ко мне подошли, ЦСКА тогда обиделась на меня. Посчитали, что даже я их туда продал, в Северную Америку. Я помню, это они меня... Я видел, какой был тренировочный процесс, когда они играли просто все на все. Это в Красной Армии уже? Да, это в Красной Армии. Когда играли, там тренировки были все на все. Когда ко мне, я параллельно тренировался на канатке, на втором этаже. Ко мне их запрещали пускать. Я просто хотел там бросками позаниматься, на руки с ними. Им запрещали ходить на тренировки. Потому что считали, что вы плохо на них можете повлиять? Да нет, просто они считали, что не надо тренировать их. Подождите, тогда получается, мы что имеем, какую ситуацию? Президент сказал, что детей увозят дельцы. Потом ему, правда, возразили люди Николишин, Гемаева сын. Сказали, что у него неверные данные. Ну, поскольку он явно не сам же следит, оперирует теми, что ему предоставляют помощники. Я не знаю кто. Проблема не в дельцах. Проблема еще в том, что система еще и выталкивает в этом возрасте. Ну, да, вот именно из-за отношений в МХЛ. Но нет, есть тоже дельцы, которые у меня есть случаи, которые тоже я очень сильно жалею, что отпустил. Был у меня, играл в команде от ССК-95 Григорий Декушин. И вот такие дельцы уговорили папу, чтобы его отпустили туда в Северную Америку. Мы его сейчас из него сделаем хоккеиста. Ну, и папа отпустил. Хотя я предупреждал отца, что оставь его при мне. Потому что я за ним... Ну, он немножко был лентяем. Он одаренным, будем говорить. Можно я перебью вас, чтобы зрители понимали. Декушин разрывал вообще все, да? 95-й год он был сильнее Ничушкиных. Да, 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 всех сильнее. Один из был... Ну, он играл на хорошем очень уровне. Один из сильнейших по 95-му году. И вот это, по-моему, лет в 15 вот именно он уехал туда, в Северную Америку. И уже когда я его вызывал в сборную, уже вот работая, мы приехали в Северную Америку. Он пришел ко мне в сборную. И я уже увидел, что он именно деградирует. Просто сдает. Потому что в чужой стране один, конечно, появились другие интересы. Он такой немножко был лентяй, наверное, скорее всего. И не так много тренировался там. И сдал, и очень сильно сдал. И оказался за бортом хоккейной жизни. Какие-то важнейшие решения в жизни принимают. Ну, приходят посоветоваться, к кому еще идти, кроме как к педагогу, к тренеру. Вот это часто, да, такие разговоры, что с родителями? Как это вообще происходит? Иногда приходится, наоборот, их переубеждать родителей. Потому что объяснять им, почему так не надо делать. Но приходят, но все равно поступают по-своему. Потому что вот обычно агенты все, они очень красиво все говорят, красиво все льют. Ну, а оказывается, совсем все по-другому. Ну, по 95-му году я даже вот проводил исследование. Посмотрел, кто вот уехал в Северную Америку. Ведь даже вот брать Валеру Нечушкину. Вот ведь сначала уехал в Северную Америку, тоже там в молодом возрасте. И он вернулся. Он вернулся в Россию, поиграл за ЦСКА. И уже потом, состоящийся хоккеистом, окрепшим, он опять вернулся в НХЛ. И сейчас показывает хороший результат. Такие по 95-му году, кто вот уехал и заиграл. Но это вот только Никита Задоров и Ванька Бурбашов, которые уехали. Остались там и заиграли. Но они тоже с вами советовались. Ну, в смысле, Бурбашов вряд ли, а Задоровские родители. Вы же тем более говорите, что с мамой там с детских лет общались по поводу даже тренировочного процесса. Вот, кстати, касаясь Никиты Задоровых, хочется... Здесь недавно было интервью, конечно, на которое я очень сильно расстроился. Но я не буду там говорить о полном интервью. Именно то, как он высказывается насчет своих родителей, Никита. То, что он им не помогает. Мне жалко, что он вроде умный парень, он не понимает, что только благодаря родителям он достиг того, чего он сейчас есть. То, что он сейчас имеет. И он обязан помогать родителям, хотя бы для того, чтобы понимать, что у них будут деньги на лечение, на лекарства. Все равно мы все стареем. И после этого интервью я понимаю, что Никита, может быть, уже долго не вернется в Россию. Но вот жалко, что он это не понимает. Он, может быть, это потом поймет. Но вот именно в этом интервью мне вот это очень сильно не понравилось. Потому что я сам лично помню, как мама Настя каждый день на сборах Никите делала свежевыжатый сок из апельсина. Всегда ему давала. Бегала на остановку, покупала чернику. Ему всегда каждый день стакан черники, потому что у него были проблемы со зрением. Как там она над ним... Все лучшее всегда было Никите. Всегда. Поехала с ним в Северную Америку, чтобы он ничем не нуждался, когда начал играть сначала в юниорских лигах. Жалко, что он это не понимает. А вот это же самая частая тема тоже, когда идет обсуждение детского хоккея, влияние родителей. И там кто-то говорит, что Разин, вот которого мы вспоминали, он же говорил, что в Словакии законодательно запрещено к тренеру подходить, там что-то советовать, что он может сразу обратиться. Ну, там чуть ли не криминальное преступление. Я вам скажу, самое трудное в нашей работе детского тренера – это общение с родителями. Это самое трудное. Особенно вот когда я сейчас даже пришел в Спартак, я в жизни столько с родителями не общался. Но получилось, что я работаю как старший тренер, это, конечно, очень тяжело объяснить родителю, что на данный момент его ребенок слабее, что поэтому он играет в этом звенении. Будете работать, будет расти, потому что все-таки родительская любовь, она слепа. Ну да. То есть, ну вот это, то, что Разин предлагал огородить, это, вы думаете, у нас не сработает? Я иногда говорю, у меня мечта набрать детей из детдома, и я думаю, хотя вот говорю, что всего, что добился ребенок, это заслуга родителей. Если они дома работают, мальчишки развиваются. А вот интересно, ну у вас же длинная уже карьера, это сколько вот случаев попадает в медиа, что там кто-то с пистолетом приходил, родители у вас, вот раз какой-нибудь, такие у вас были моменты? Ну, был у меня случай, когда мне хотели переломать ноги. А вам даже? Да, в 2005 год я возвращался из гаража через парк, мы шли с женой, меня спасли очки, навстречу мне шел мужчина, я как бы не обратил внимания, он мне хотел в глаза, ну как это называется, брызнуть, там черемух или как это называется, а двое сзади бежали с железными трубами. И это вот из-за места в четвертом или третьем звене? Ну да, это было там из-за того, что, ну там были родители, будем говорить, из 90-х, которые привыкли решать все, если не получается решить финансово, значит будем решать вот так. И как быть, вот как вы поступили дальше с этим ребенком? Уже этого ребенка у меня в команде не было, я уже тогда отчислил это. Были такие случаи, я и в ЦСКА, вон Борис Анатольевич Танько, когда я знаю, что перевел там мальчишку из одного звена в другой, его решили припугнуть, там ударили по голове трубой, и он зашел в свою квартиру и умер. То есть такие тоже были, бывает тренером и машины царапают, и бывает, что приходят в тренерскую там с какими-то своими охранниками. Но в основном это такие люди, которые воспитывались в 90-е. Коррупция вот откуда пошла в детский хоккей, говорят, блат этот, потому что родители появились деньги, стали там, грубо говоря, пытаться занести. Вот это же не сразу пошло, а со временем. На моем веку, я не знаю тренера, который брал, вот я вот это вот глядя в глаза, который брал деньги. Да, меня-то тоже там обвиняли, что там я коррупционер, там беру деньги, но я не собираюсь обравдоваться. У меня совесть чиста перед теми парнями, которых я тренировал. Ребята знают, что в сборной Москвы, что в сборной России, что в ЦСКА играли только те, кто достойны. Никто за красивые глазки не играет. Это просто слова, да, предлагали деньги, я не спорю, там большие деньги предлагали. Я думаю, что можно было там ни одну квартиру купить в Москве. Просто чтобы в детском хоккее ребенок играл не во втором звене, а в первом? Ну, у меня был случай, да, пришел один родитель и просил, чтобы в первых трех звеньях ребенок играл. Объявил одну сумму, в долларах тогда еще, в месяц. А просто вам вот как бы в конверте... Да, он объявил, да, тогда закончили, пять тысяч долларов в месяц, я отказался, мне положил пустой листок бумаги, говорит, пиши, сколько тебе надо. Как в фильмах, прям вот это, да? Да, сколько тебе надо, я говорю, мне нисколько не надо. То есть такое было, да, такое было. И я еще раз говорю, тогда это родители были из 90, которые привыкли, что за деньги можно все решить. Не, ну все равно же это, я не знаю, там, искушение. Или там, если все, один раз взял, все, слава пойдет, ну, вся система рухнет и конец. Или это чисто вот как бы внутренний... Да, все равно об этом говорят, там, у меня всегда жена говорит, ну, что все равно говорят, ну, что дурак не брал. Но, знаете, я говорю, еще раз говорю, у меня совесть чиста перед теми парнями, которым я вот тренировал, и они видели, я говорю, что и в сборной Москвы там предлагали, там, я не буду говорить про сборную России, там, и в ЦСКА предлагали. Энные суммы, но играли только те, кто вот именно, поэтому и давали результат. Как часто во время игры хоккеист оказывается в борьбе за шайбу или позицию? По статистике, в детском хоккее единоборство случается раз в 6 секунд, в профессиональном – раз в 2-3. Игра – это набор противостояний один в один, от успеха которых и зависит эффективность хоккеиста. Если ты не умеешь уйти из-под прессинга, если отбор шайбы часто заканчивается поражением, думать об успешном выходе на следующий уровень нельзя. Катание, бросок, обманные движения – все это важно, но умение выигрывать единоборство намного важнее, ведь исход матча зависит именно от них. С 3 по 5 января в нашей школе «Генезис» by Черкасс Атлант пройдет самый востребованный мини-кэмп зимних каникул – единоборство, атака с ходу плюс ограниченное пространство. За три дня интенсивной работы на льду и земле хоккеисты изучат основные аспекты удержания шайбы, работы под прессингом, основы отбора, ключевые пункты проведения атаки с ходу и ее отражения. А старшие возраста погрузятся в тонкости силовой борьбы. Спортсменов ждет ежедневная теория, лекция, ценные подарки для отличившихся участников от наших партнеров и важные знания и умения, которые помогут повысить эффективность действий и стать продуктивнее в каждой смене. Количество мест ограничено. Подробная информация по ссылке в описании. Из наших тренеров больше всего у Брагина, ну практически только у Брагина и работал 5 лет, и он всегда говорил про вот этих блатных в команде, что если ты возьмешь не того, парни сами увидят, что... Ну вся команда рухнет, потому что они поймут, что набирается она... То есть в детском хоккее то же самое, дети видят, что играет блатарь, допустим, и все, они уже, ну как бы, а, что тут... И понимаете, уважение к тренеру пропадает, если видят, что играет блатной игрок, и они понимают, дети, что тренер у них берет деньги за это, ну и там они, может быть, слышат то, что родители говорят на кухне. Поэтому уважение к тренеру, а если нет уважения к тренеру, ты не сможешь дальше детей тренировать и их развивать, чтобы они услышали тебя, они просто будут над тобой смеяться, и это ни в коем случае нельзя допускать. Каждый раз сборная России, ну допустим, неудачно выступает, там на взрослом чемпионате мира, не знаю, на молодежном, сперва всплывает тема катков, говорят, что у нас катков мало, вот Владислав Александрович любит говорить, дальше выходят эксперты и начинают хаять, что все начинается с детского хоккея, там пропасть, это вот чисто хайп, и вот это, ну как бы, популистские какие-то высказывания, или детский хоккей у нас действительно, ну в заднице, да, как это назвать? Нет, я не могу сказать, что, извините за выражение, в заднице, я вам еще раз сказал, до 15-16 лет, когда ребенок находится в детской школе и играет на международном уровне, мы всех обыгрываем. И я считаю, что, да, есть там некоторые проблемы в разных школах, но хоккей развивается, и я уверен, я уверен, потому что я работаю старшим тренером, я знаю там тренеров и в ЦСКА, и в Динамо, нету этих блатных. Нету в таких школах, как ЦСКА, Динамо, Спартак, Крылья. То, что нужно на кого-то просто свалить, да, основная проблема, это нам, нашим детям негде играть после того, как они выходят из детских школ. Вот здесь это тоже большая проблема, ее нужно именно как-то решать. Я в Динамо работал, я знаю, что там ни один тренер не брал деньги. У меня был такой, у меня мой молодой тренер приносил деньги, когда ему дали, понимаете, ему бутылку дали, ну, бутылку, ладно, там, на Новый год. Когда в этой бутылке лежит 300 тысяч рублей. А, ну, она в картонке, это что? Ну, это в коробке, в коробке бутылка, а в бутылку открывает, там 300 тысяч лежит. Хорошо, вы говорите, что все развивается нормально, тогда у нас последняя суперзвезда в НХЛ Капризов, ему 26 лет. 97-го года. 97-го года. Почему так? У нас всегда они как конвейером шли, а сейчас, ну, кто, и даже непонятно, кто станет следующим. Ну, окей, там говорят Мичков, но все равно, это даже, как бы, пока только вероятность такая существует, но не факт. Где вот тогда все суперзвезды? Ну, тут, да, здесь я даже затрудняюсь в этом ответить что-то вот именно. Детскому хоккее внимание уделяется, вот разработали программу «Красная машина», ну, пока ее там не обсуждаем, просто как факт. Следующим шагом должно что стать для того, чтобы шло движение вперед, это разобраться с переходом на уровень НХЛ, да? То есть, ваше, я так понимаю, мнение такое получается. Да, мы много теряем хороших, перспективных игроков, когда они выходят из школы и оказываются в системе НХЛ. Сейчас вы, у вас как старший тренер в Спартаке или руководитель Академии? Да, старший тренер Академии Спартак, да. Вот вы как эту проблему решаете на уровне Спартака? Ну, мы пытаемся, вот, в принципе, хорошо, правильно решили эту проблему Локомотив Ярославский, у них две команды МХЛ. Ну, мы говорим про Лока и Лока-76, вот, чтобы удастся. Да, 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 одна помоложе, другая постарше. То же самое, вот сейчас у нас как раз мы на эту тему разговаривали, я со своим руководством, что нужно делать еще одну команду МХЛ. Может быть, возможно, МХЛ-Б, то вот эти мальчишки, которые вот сейчас 2006 год в том году выпустили, чтобы они играли больше. Плюс там перспективные мальчишки 2007 года, которые еще в школе находятся, ну, так иногда их в эту команду МХЛ, чтобы они некоторые игры просто оббивались, оббивались там в этих играх. Должно, да, если будет выпускаться много хороших, сильных, перспективных игроков, хотя бы делать две команды МХЛ. Ну, это же, получается, 60 человек, из которых там в КХЛ и выше, ну, пройдет на человек пять. Чем больше ты пропустишь, тем больше возможностей оказываться вот этой звездочке, которая дальше станет суперзвездой. Про академии. Вот есть такое мнение, что все метут. Это действительно так? Я имею в виду по детскому хоккею, по скауты по всей стране ездят, всех, кто там хоть более-менее там что-то показывает, всех забирают. Ну, нет, есть такое, я не спорю, то, что вот, да, перспективных сильных игроков переманивают в разные там вот именно такие сильные школы, и мы в Москве, да, этим пользуемся, и в то же время «Спартак». Но вот я прошу, почему очень мы плотно занимаемся малышами. Самое основное, чтобы костяк команды были свои мальчишки, которые мы начали заниматься у нас там 6-7-8 лет. Оглядываясь назад, вот когда я работал в «Динамо», там мы считали, там, те, кто пришли там 6-7-8 лет в команду «Динамо», к 12 годам там оставалось 1-2 человека. И тогда я руководству говорил, давайте мы сами начнем заниматься с малышами, правильно начнем заниматься с малышами, развивать. Как вы делали, вы имеете в виду, в ЦСКА вот, с которыми получили, ну, самого большого успеха добились. Да, да, мы с «Динамо» начали, и поэтому… То есть это надо полный цикл, да, в идеале проходить, вот с 6 до 16, грубо говоря. Да, вот именно на каждом возрастном этапе правильно работать и развивать этих мальчишек, а не заниматься именно скаутингом, искать игроков перспективного в других командах. А почему ищут? Вот еще одна тема из детского хоккей, которая постоянно муссируется, это что требует результат, требует результат. Да нет, почему ищут, потому что не хотят заниматься с малышами, самая трудная работа – это с самыми маленькими. Но результат требует? Ну, результат, конечно, требует, но вот если ты начинаешь работать, вот я даже взять, сейчас я 12-й год мальчишек, я с ними начал заниматься, с этими мальчишками, с «Динамо» еще, когда я в «Динамо» работал. Я оказался в такой системе, как «ЦХМ», кстати, я благодарен судьбе, что вот именно я поработал два года в этой системе, в этом клубе. Я понимаю, это коммерческий? Коммерческий, да. В 2019 году меня уволили из «Динамо», я оказался в этой школе «ЦХМ», которая была уровня золотой шайбы. Через год эта школа, четыре возраста должны были попасть в первую группу, через год. Я благодарен судьбе, что я оказался в этой школе, во-первых, я в себя поверил. Кстати, для понимания, я правильно понимаю, то есть правильно ли мне рассказывали, что вы с этим «ЦХМ» потом обыгрывали и «ЦСК», и «Динамо», хотя там уровень… Причем не один возраст, да. Ну, потому что со мной пришла целая группа тренеров, команда. А и игроки тоже, или нет? И игроки, ну, и вместе с этими тренерами игроки. Да, вот со мной там пришли мальчишки 2012 года, там, 2013 год, 2011 год у нас. Девятый Василевский Михаил Михайлович со своими тоже мальчишками играл на хорошем уровне, играл на равных с «ЦСК». Какая-то коммерческая команда «ЦХМ» играла на равных с «ЦСК» с такими грандами, но здесь нас заметили, и вот пригласили в «Спартак», и мы сейчас… Ну, вы посмотрите, как сейчас школа «Спартак» работает. И там вот именно наша задача больше развивать малышей, чтобы как можно меньше набирать в дальнейшем игроков, ну, может быть, один-два там супер уровня, но никак там ни 10, ни 15 человек, не менять полностью команду там. Ну, а если вы вот говорите, что в коммерческой школе тоже можно развиваться, все зависит от тренера, то есть родители не должны себе ставить самоцелью, вот уехать в эти там в Казань, в «ЦСК», в Ярославль, я не знаю, какие сейчас там академии, все те же самые, да? Ну, «ЦСК», во-первых, в Москве это «ЦСК», четыре буквы, которые просто манят любого родителя, здесь все равно тяжело. Но если для родителей, хочу сказать, на первом месте, да, стоит тренер, именно тренер, который развивает вашего мальчишка, который правильно тренирует, и нужно идти сначала к тренеру. Что нужно для хорошего результата? Это нужно условия для тренировочного процесса, тренерские кадры хорошие и методика. Вот то, что сейчас в «Спартаке» есть, и сразу получается результат. Про родителей, у них тоже их можно понять, вы сами говорили, что каждый видит своего ребенка идеальным, это солнышко, все хотят в НХЛ, как Овечкин, им какое-то вот тоже там напутствие, совет, вот с высоты вашего опыта, вы много всяких ситуаций, в том числе и семейных видели? Ну, первое, конечно, доверяйте тренеру, уважайте тренера, ну и помогайте тренеру именно с занятиями дома. Вот как у нас, я на примере Колька Голдобина, там, конечно, молодец тоже, папа у него, с ним очень много занимался, на руки, руками, я знаю, они бросали там каждый день дома, папа заставлял. То есть родители должны помогать тренеру и доверять ему. А если они начинают какие-то, ну, ругаться с тренером, именно не доверять ему, в связи с тем, что из второго, третьего звена там перевел он в четвертое, пятое звено, иногда это ради дисциплины ребенка, ради там именно там как-то его заставить. Многие таких, много таких случаев у меня, когда я там перевожу ребенка в более низшей звеной, он сразу начинает, у него если есть характер, он сразу начинает по-другому тренироваться, стараться доказывать мне, что я зря это сделал. А я делаю это специально для того, чтобы немножко взбодоражить мальчишку. А некоторые родители сразу в штыки воспринимают и начинают, либо уходят вообще в другую команду. То есть там 10 лет тебя ребенка переводят из первой в третьей, все, это конец мира? Да, это фу, там, если в четвертой, там вообще, все, это сразу, так, идем в другую команду. А если посадил там, например, в третьем звене, в третьем периоде посадил мальчишку, все, а посадил за дело. Вот там у нас сейчас совсем недавно игра была по 11-му году. Мы, Спартак обыграл ЦСКА, и пришлось там переходить на два звена тренеру, кого-то посадил. Так только тренер вроде выиграл, 3-2 обыграл ЦСКА тренер. В коридоре еще не дошел до тренерской, уже там прилетели родители, начали кричать, почему посадили, вы его вообще там унижаете, вы его там… Ломаете, как личность. Ломаете, да, да, да. Хотя тренер объясняет, почему. Он может даже объяснить там и на видео, за какие моменты именно. Так а что тут объяснять, это же в любом случае тебя могут посадить и в НХЛ, и там в первом звене… Ну вот есть такие родители. С некоторыми родителями приятно работать, они понимают, они стараются. Они вот помогают именно тренеру, а некоторые вот именно… А больший процент вот эти, которые меряют категориями абсолютизма, типа вот мы там, как это, новые овечки… Ну есть, да, они уже там грезят в НХЛ, все, большими контрактами, все, они вот… Есть такие много родителей, если что-то не… где-то тренер говорит, что наоборот, ваш ребенок там сдает или где-то… Они не верят, они не воспринимают, считают, что тренер виноват. А то, что вы им объясняете, это вы просто их дурите. Да, да, считаете. И вот они начинают придумывать, а, значит, этот платит вам, поэтому этот играет в этом звене, а я вам не плачу, поэтому я играю в этом звене. Вот так все слухи о коррупции, потом до Фетисова и доходят. Да, вот такие случаи. У меня был случай, я вот одного защитника из своей команды, 95-й, я выгнал именно из-за поведения. Из-за поведения, просто в Астраску другим, хотя он играл у меня на хорошем уровне. А потом я слышал, как эти родители говорили там другим, что мы отцу Ярку ушли, потому что не смогли ему платить дальше. Вот это… И вот это иногда обидно, я всегда это переживал. Наверное, это судьба тренер любого детского. А вы 5 лет работали в Америке тоже, я так понимаю, в детских командах, а там что по родителям? Ну, нет, я ездил 5 лет, вот как раз в мае… А, лагерь был? Да, мае-июнь, нет, ну я там и плюс лагерь, плюс я там работал мае-июнь, я там, да, ездил мы. Но там совсем другое отношение к детям, там у меня было даже на тренировках случай, что ребенок засыпал на тренировке. То есть он слушает задания или на скамейте? Ну, там, во-первых, нельзя же, там все время good job, good job, хорошая работа, там нельзя ругать ребенка. Или засудят, или могут, ну понятно. Когда наши российские дети там были, я когда на России, конечно, там родители американцы смотрели, ничего себе, там тренер, как вы говорите, злой тренер. А с американцами надо все, все хорошо. Вот ты заснул на это просто тренировка. Пледик, да, пледик. Да, заснул, все, не трогай, не будите, пусть он там продолжает. Было такое. Просто любой тренер хочет развиваться, хороший тренер должен развиваться. Я ездил туда, тоже смотрел, как там тренируют. Я ездил в Торонто, там тоже тренировал и смотрел, как там на одном катке четыре ледовых площадки, на всех площадках именно, как у нас называется, подкатки. И там я вот встречался и с Максимовым, который цисковский воспитанник 2000 года, там с папой, они там занимались. Им тренер говорит, да, вот у вас там нужно позаниматься катанием, бросками. Вот у него три тренировки общие, плюс три тренировки вот такие дополнительные. И плюс они на турниры ездят, вот субботу, воскресные, там играют по две, по три игры даже в день у них бывает. И посчитаешь общую сложность, сколько они находятся на льду, так они больше, чем наши дети, намного. А почему-то же есть расхожее мнение, что они, мол, там чуть ли, ну даже не в половину в детском возрасте такого количества работы не переваривают. Ну, смотря в каких командах, смотря в каких школах, ну, в Канаде так вообще там же все грезят хоккеем, там все, чтобы вылезти там из своих деревень, которых канадских, там они занимаются. И вон сколько я там читал и про Кросби читал, и про всех, они занимались, родители с ними занимались, вот этими дополнительными. Тренер говорит, плохо катается, значит, ты обязательно идешь там на катание, на броски. В домах у них свои частные дома, они там занимаются бросками. Например, в марте месяце у них заканчивается хоккейный турнир, сезон. Наши дети что делают? Едут к бабушкам на пирожки, ну, куда-то отдыхать, в Турцию там. Кроме Барбашова, Барбашов ездил. Да, кроме, ну, поэтому эти ребят. А там американские дети, они переходят в другой вид спорта, либо в лакросс, либо в американский футбол. А это, знаете, спорт очень энергозатратный. Вот посмотришь, вот я, был у меня случай, мы играли в Балашихе со сборной, когда я работал, мы с американцами играли. И мы разминались прямо вот, мы и тут же в нескольких метрах в зале, ну, американцы разминались. Я тренеру, который мне помогал, Андрей Капранов, я говорю, Андрей, посмотри, какие все атлеты. И посмотри на наших. Все же разминаются в таких обтягивающих кабинезогонах, да, и там видно, они все вот именно физически развиты. Они не едут, у них, они продолжают, да, они в другом виде спорта, они продолжают работать, развиваться, физически развиваться. Ну, грань-то все равно должна быть, это же дети, они же не могут 20-12 месяцев. Ну, я уже, я имею в виду, уже после 12-го, после 10-12 лет уже. То есть видят себя в профессионалах. А вот про подход вы сейчас сказали, я вспомнил момент, какая-то суперсерия была, и 7-0 сборная России проиграла, и воротарем был Владик Сухачев, Челябинский, сейчас он в вышке играет из-за травм, там что-то он. Вы знаете, после поражения такое все настроение, там все, как это, на откровение пробивает, и он говорит мне такой, Петь, вот у них, вот их 20 человек играет, они все всегда бросят в 9, они все там в разные стороны одинаково разворачиваются. Ну, короче, универсально они подготовлены лучше, хотя это на уровне сборных. Ну, там на суперсерии, понятно, не самая сильнейшая сборная, но все равно, как бы, погоду. Вот так вот, почему происходит? Это же, все же говорят, все это идет от детского спорта. Ну, во-первых, я еще раз, вот броски, например, вот я про Кросби читал, он в бейсмене, у них там, как это, есть где в частном доме, как у нас подвал называется, у них бейсмен. Ну, у них все эти истории, что у них у всех в подвале стояли болты. Да, он, там было написано, что он стиральную машину, каждый день по 300 бросков. Кто из наших детей это делает? Не делают? Я не знаю. Ну, кто, никто не делает там вот 300 бросков, понимаете, в хоккее есть такое, ты бросаешь память рук уже, вот у мастеров. Он даже может не смотреть на ворота, он знает, вот так вот он бросит, шайба пойдет там в ближнюю, там 9, там, или там в дальний угол, там 30 сантиметров. Он знает, как уже руками, даже несмотря на ворота, потому что это тренируется за счет многих повторений, вот именно бросков бросают, бросают, бросают. Там это, этим занимаются. Катание то же самое, я говорю, вот я был в Канаде, там 4 катка, на всех катках одни подкатки, одни дополнительные занятия с мальчишками занимаются. И вот наши же русские там по 3-4 раза в неделю ходят на эти подкатки, плюс 3 тренировки своих только. Да, 3 там все, но ты сколько ходишь, вот именно на дополнительные, если ты хочешь чего-то добиться. Про Мечкову брал же вот как раз, у вас же как бы канал, про Мечкова брали интервью. И Мечков, помните, там говорил, его отец даже специально ребенка повел на год позже, чтобы мальчишка занимался 2 раза в день. Он с утра занимался с одним возрастом, вечером со своим еще возрастом. Я вам скажу, что когда я начинал тренировку карьеру, там 2000 год, там 99-2000 год, я не знал, как тренировать. Я ездил по всей Москве, смотрел, как другие тренеры тренируют. Ну плюс эти дополнительные тренировки. Я видел, как тренируется тогда Овечкин, я не знал, что это будет будущая звезда. Я помню, у папы был такой микроавтобус, фольксваген, каравелла там какой-то, я вот запомнил по этому. Я утром в 6 утра приехал, он тренирует броски. В 6 утра подкатка на Динамо тогда, это было в Петровском парке. Ну тогда было, да, ему 15 лет тогда получается, он 85-го года, 2000-й год, 99-й, 14-15 лет. Он утром тренируется, был расками. Я приехал на Белые Медведи, он со Слипченко занимается катанием на Белых Медведях. И плюс еще вечером своя тренировка, я так понимаю, своего возраста. И так каждый день. Ну я не знаю, каждый день. Я понял, ничего себе парень там занимается. Я не знал, что это будет суперзвезда, я не знал вообще, кто это такой. Тогда у меня возникает вопрос такой. Вам когда-нибудь приходилось, вот вы видите, что родители прям грезят мечтой, мой сын в НХЛ, там все для него делают, но вы видите, что это не получится ничего. Вот вам были такие ситуации, что вы сказали, ребят, ну не тратьте там нервы, деньги. Ну я не говорю так, потому что, я вам еще раз говорю, родительская любовь, она слепая. И аккуратно пытаюсь говорить, что здесь вам не получится, лучше вот там позанимайтесь, потом добавите, придете ко мне. Потому что вот у меня были такие случаи. Один раз маме сказал честно правду в глаза, она со мной три года не здоровалась. Потом пришло время, когда она подошла, говорит, вы были правы. Но иногда правду в глаза, она слишком для родителей, она тяжела. А как быть вот тем, кто до последнего цепляется, там, ну не попал в МХЛ, там, в МХЛ-Б, потом там какие-то еще ниже лиги. Вот в какой момент, надо сказать себе, ну стоп, ну то есть этой глупой надеждой, ну не глупой надеждой грезить о том, что вот я там все равно из НМХЛ-Б какого-нибудь поднимусь. Как вот, в какой момент понять, что надо что-то другое уже придумать? Или тоже универсального нет? Знаете, но бывает разное, все равно, вот, я еще раз говорю, у мужчины должен быть прежде всего характер. Он в жизни, он, если у него есть характер, он что-то добьется в жизни. Не обязательно в хоккейной жизни, потому что мужчина должен уметь преодолевать трудности. Я это всегда говорю. Если он умеет преодолевать трудности, и вот те парни, может быть, которые, да, у них что-то не получается, но они все равно пытаются, хотя бы пытаются, ну, да, может там 20-25 лет, потом это поймут сами. Ну, то есть шанс где-то зацепиться хотя бы за четвертое звено, всегда можно вытащить. Такие есть шансы, такие есть, когда ты там попадаешь в вышку, а из вышки попадаешь и в команду КХЛ. Бывает такое, и в 26, и 27 лет, а до этого ты ни разу не играл в КХЛ. Есть такие шансы? Ну, прямо так сказать парням, что все заканчиваете, ну, я не могу, мне не повернется никогда язык. Вы упомянули вот Канада, подкатки, что это полезно, это все подразумевает, ну, это коммерческая же, да, вещь. И у нас часто говорят, по-моему, тоже фетисов, но у меня есть эта цитата, я ее выписывал, сейчас не найду, что хоккей стал спортом для богатых, и это мешает его развитию. Ну, как всегда начинают, это уже не фетисов, а, в принципе, всегда вспоминают, что вот раньше там пацаны с улицы, золотая шайба, а сейчас играют только те, кто может себе позволить. Это действительно такая есть проблема, или это тоже какое-то преувеличение? Ну, возможно, да, сейчас, чтобы пойти и отвезти ребенка в школу, нужно хотя бы тысяч сорок минимум выложить. Даже вот в таких, как Спартак? В любой, нет, я имею в плане... А, в начале, в шестилетнюю. Во-первых, дети, младшие дети всегда платят, платная школа, там вот, например, у нас в Спартаке 15 тысяч. Я знаю, что в ЦСКА бесплатно, но это хорошо, здорово. Но во всех других школах за месяц обучения в районе где-то 15 тысяч. Плюс купить форму, это нужно 30-40 тысяч с клюшкой, со шлемом, потому что я, тренер, не имею права без формы выпускать ребенка на лед, это безопасность. Конечно, не все родители могут это позволить. Если была бы такая программа, вот, например, какая-то, не знаю, может быть, где вот именно, во-первых, чтобы были дети бесплатные, обучались и какую-то форму давали, тогда, я думаю, что в детский хоккей нас очень сильно добавят. Много придет ребят с улицы, понимаете, есть мальчишки именно одаренные. Есть вот, например, 5%, даже 3% это одаренные мальчишки, которым дано играть в хоккей. Это вот он сразу встал, он сразу поехал, и там главное ему не мешать развиваться. Процентов 20-25, это ты с ними хоть живи на льду, там бесполезно. Остальное это трудяги, с которыми, если есть характер, там, если вот есть желание у родителей, они что-то добьются. Но вот эти 3%, чем больше мы прогоним через хоккейную школу детей, тем больше возможностей попадет от этих детей в 3%, которые на самом деле ему дано, но он не зашел в хоккейную школу. И, может быть, тогда и появятся вот эти звездочки. Ну да, встанет. Потому что раньше, правильно вы говорите, раньше было очень много звездочек, потому что были золотые шайбы. Я вспоминаю, я со льда не уходил зимой по 4 часа. Я знаю Павел Буре у нас на золотой шайбе, его папа там занимался с ним дополнительно, он играл за золотую шайбу Пашка Буре, я помню. Мы вместе в одной команде, где руководил мой отец, это Олимпия. То есть ваш папа был главный тренер, а Буре был с вами. Ну он, да, играл тогда за нас, Пашка, я помню это. А вот этот факт, вот вы говорите, что нужно для развития хоккея госпрограмму ввести, чтобы было больше возможностей. Это тоже, вот вы свое мнение озвучиваете, никаких таких разговоров? Это я уже озвучил мнение лет 10 назад. А, это просто как мнение? Да, я говорил, что это нужно, нужно сделать, чтобы больше было мальчишек в хоккейных школах. Сейчас посмотрите наборы, очень мало наборов, очень мало детей, потому что все-таки дорого, дорого вот именно для родителей. А с какого возраста начинает команда давать форму? Ну, бесплатно начинает это вот в этом году, 2014 год рождения, вот 9 лет. Они зачисляются в школу, и все бесплатно. Да, где-то там не всем дается, но мы смотрим, там, если малоимущим или мальчишка хороший, сильный, там, что-то мы пытаемся. Вот на школах, Спартак, конечно, молодец в этом плане, помогает, дает форму, там, более старшим, там, побольше ребятам дают форму. Более младшим, ну, так вот именно тем, кто нуждается, будем так говорить, клюшки, кольки. Вот то, что наши ребята, НХЛовцы, когда они дарят своим школам форму, вот эти клюшки, это все действительно очень большое дело. То есть в потенциале это может привести, ну, вот к тому, что им новые звезды, да, кого мы с капризом вспоминали, последняя суперзвезда. Мне хочется, чтобы вот эти звезды почаще приходили в хоккейные школы, в свои хоккейные школы, потому что дети на них смотрят, как на кумиров, там, Серега Толчинский ко мне приходил, тренировался, так, ребята там все, о, Серега, Серега. Это уже Спартак, да? Да, уже было в Спартаке такое, вот. Я знаю, что Колька Голдобин сейчас хочет прийти, вот у нее как будет выходной, он обещал прийти, тоже позаниматься с мальчишками. Я знаю, что там будет, ну, ажиотаж, потому что я уверен, что там весь Спартак, вся школа болеет за Кольку. Они видят, как он играет, они хотят ему подражать, и они там спрашивают, у меня там иногда спрашивают, вот, если что-то он там забил, там, даже мне там смс-ки иногда пишут, дети, бывает, я, да, я еще не смотрю игру, они уже мне пишут, что-то такое. Вот для детей это здорово, это здорово, когда, вот, чтобы не забывали, те мальчишки, которые сейчас играют в НХЛ, там, в КХЛ, все равно про свои школы приходили иногда. Это тренерам их поможет. Не, ну, судя по соцсетям, ребята, там, большинство ходят, вот, по крайней мере, на кого я подписан, там, даже и мастер-классы они проводят. А вот, кстати, интересно, вы упомянули, что они все Голдобином прицельно следят, а вот кумиры как-то менялись у детей, вот, в течение времени, то есть, НХЛ, там, кто-то от Кросби фанатеет, ну, то есть, звездами, там, МакКиннон и МакДэвиды, или они всегда больше вот нашим ребятам там импонировали, кто там играет? Ну, нет, ну, конечно, там, они смотрят за другими звездами, я им говорю, посмотрите, вот, за игрой, вот, там, это, МакДэвид, ну, МакДэвид, это с таким, там, МакКиннон, МакДэвид, это, конечно, звезды, МакДэвид с таким катанием, мне кажется, вообще хоккеистов нету там, он летит, он просто летит. МакДэвид, он, кстати, тоже 95-го года рождения. Не, МакДэвид 7-го, МакКиннон 5-го. МакКиннон, да, 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 извиняюсь, МакКиннон, я все... Мы же играли против него, мы помним, мы же приезжали, мы играли, я часто возил ребят в Северную Америку, потому что я понимал, для развития нужно их туда возить, чтобы они видели, как там играют. Мы играли против него, он был всегда сильный, он всегда был таким сильным игроком, и мы вот, мы, ну, мы их его обыгрывали, мы обыгрывали, кстати, Дикушин, тогда мы в финале в Чикаго, я помню, мы обыграли, Дикушин тогда забил нужный гол, мы обыграли их 3-2, и как раз я помню, Гриша Дикушин забил вот этот третий гол. И стал MVP, да? Ну, там, да, мы первый раз выиграли, это тогда был Найк Бауэр, такой турнир, это 2008 год, по-моему. У меня даже вот висит такая табличка красивая, симпатичная, вот именно. У меня две вот это, вот как раз мы выиграли этот турнир, и вот когда в Виндзоре вот эта медаль, у меня две таких вот призы. А это вот вообще частая практика, чтобы именно детские команды ездили за рубеж на турниры, или вы как-то по своим там каналам это пробивали, чтобы была возможность, вот потому что это же вот Найк Бауэр, там же полные трибуны, да, всегда, это дети маленькие, 12 лет, играют, там не 20 тысяч, да, на НХЛ-аренах? Нет, бывают и такие, бывает и на простых аренах они играют, но поймите, там совсем другой хоккей, и я возил, вот как раз насчет Никиты Задора в случае, там расскажу, мы ездили, Никита всегда здоровый парень, там у нас здесь, когда мы играли у себя в Москве, он спокойно подъезжал в угол, посмотрит, там отдаст не спеша, а там же так нельзя было не спеша все делать, там же сразу прилетали игроки, сразу в тебя втыкались, и было такое, что первую игру там два раза, можно сказать, я его с поля выносил, я говорю, Никита, если еще раз так ты будешь ездить, я тебя здоровым отсюда не вывезу, и он как начал бегать, заставила его вот эта силовая борьба на каждом клочке поля, он всегда был здоровый парень, во-первых, он быстро стал избавляться от шайбы, правильно избавляться, не отбрасываться, именно отдавать свои пасы, подключаться в атаку, быстрее двигаться, и когда он приехал в Москву, просто приятно на него было смотреть, он здесь. Мы когда приезжали из Северной Америки после этих игр, мы по командам просто проходились там с большим счетом, потом опять уходили в это, извините за выражение, болото, потому что, ну опять все было, тут у нас углы большие, тут никто не играет, тягучий хоккей такой, и опять в это. Поэтому я старался ребят чаще туда возить. Почему ЦСКА ездил, а другие нет? Это потому что ЦСКА был лидером, вас приглашали, или вы как-то это, как называется, пробивали каким-то там образом, понимая, что это полезно? Ну, во-первых, да, и приглашали, конечно, тоже там через Владислав Александрович, через Третьяка, знали, что да, там в Москве самая сильная команда, и хотели видеть эту сильную команду в Северной Америке. И вот там были и Кубок Третьяка, мы участвовали там. Ну, а потом уже сам я понимал, уже искал. Ну да, когда видели, какой толчок дает, да. Да. И то есть получается, что сейчас пойдет просадка из-за отсутствия нашего в международных турнирах не только по сборным, но и по детям, да, они же сейчас, ну сейчас же тоже нет возможности. Ну да, вот это, конечно, обидно, что нету наших взаимоотношений, нету игр этих. Ну, я думаю, что и североамериканцы страдают от этого, потому что они у нас что-то брали, мы у них что-то берем. Вот и почему наши игроки ценятся там в Северной Америке? Ну, конечно, не так много защитников, именно нападающих, потому что наши нападающие всегда говорили, что мы неординарные. Мы единственная команда, которая может забить пустые ворота, дети. Которые вот показать там одно, а дать такие вот хитрые именно. Там же в Северной Америке, там у них все, там вошел в зону, бросил, отлетела шайба в угол, тут же ее поднял защитнику, опять бросок, добивание, то есть броски, добивание, броски, добивание, а мы вот именно играем креативно, будем так говорить, такие игровички у нас. И это все до сих пор, да, так и продолжается? Да, и мы также развиваем также игроков, и поэтому наши игроки там ценятся, и поэтому с нашими командами хотят играть. Скажем так, коснулись проблематики детского хоккея, которая мелькает, это там коррупция, блат, родительские сложности. Есть еще один момент, который тоже широко обсуждается, это качество детских тренеров. То есть в быту там ходит мнение, причем они озвучены там тоже профессионалами, бывшими игроками, что, мол, тренер просто не готовый. Это вот идет игрок, там закончил карьеру, сразу идет детским тренером, без образования, про это у меня под рукой цитаты. Алексей Терещенко после начала работы в школе «Динамо». Мое мнение, может быть, оно жесткое, система подготовки тренеров в России оставляет желать лучшего, она застряла в прошлом веке. Ну, где-то он прав здесь, поймите, хороший игрок, это не значит хороший тренер, а тем более детский. Поверьте мне, тренером КХЛ намного проще стать, чем детским тренером, хорошим детским тренером. Вот я, как старший тренер, мне очень тяжело найти в школу именно хорошего тренера, который хочет тренировать детей, который правильно работает с детьми, который любит детей, который сам хочет развиваться. Таких единиц очень тяжело найти. А как, может быть, надо вводить какую-то аттестацию? Она вообще есть для детских тренеров какая-то? Или она формальность? Я вам скажу, почему мы, Спартак, дали результат. Потому что у меня была команда тренеров, которых где-то, может быть, я развивал именно. Есть тренеры, которые со мной работали 8 месяцев бесплатно, ни копейки не получая. Он просто выходил на лед, работал. Но они сами вас спросили, да, можно мы с вами... Я говорю, как... Меня спрашивают, как попасть в вашу команду. Я говорю, вот, пожалуйста, давайте я посмотрю на тебя. Если, да, я увижу желание, рвение твое, я возьму свою команду под свое крыло бы, он так говорит. Если нет... Были такие, которых я не брал просто. И вот именно тренеры, они должны именно обучаться. И если он, вижу, он обучается, он хочет работать с детьми, он правильно работает с детьми. Плюс мы дали им свою методику, свое видение, как тренировать. Пусть он что-то дает, ну, в эту методику вносит свое, я не против всегда. Но они, да, спрашивают, а вот это, Сергей Владимирович? Или, например, я посмотрю тренировку, я говорю, ребят, вот это не надо давать, парни. А потом, а вот если вот это дать, тогда, пожалуйста, как бы. И вот они, я вижу, что они учатся, они до сих пор продолжают учиться, потому что я до сих пор продолжаю учиться, как тренер. Мальчишка должен уметь. Видите, я вот пришел, когда в ЦСКА мне один тренер сказал, говорит, Серега, зачем ты занимаешься столько много, там, разные упражнения на клюшку? Да они один-два должны узнать у финта, и все, больше не надо. Я говорю, как, он бразильцы, посмотрите, как они с мячом работают. Да, они, может быть, в игре не будут использовать эти свои, там, какие-то там... Джогабаниты. Ну, да, но он должен уметь это делать. Вот Колька Голдобин, я знаю, что он с клюшкой, там тоже, Серега Толчинская, они с клюшкой просто, они такое могут сотворить, там, такое могут сделать. Поэтому вот они в игре видят, какие пасы. Вот сейчас там Колька Голдобин, я его сравниваю с Панарином. Посмотрите, Панарин какие пасы отдает. Я знаю всегда, если шайба у него, он даст шикарный пас. Он и видит партнера, даст именно там между ног, там, под клюшкой, между, под шнурками, там еще как-то. То же самое Колька также. Ну, Шестеркин говорил, что Панарин самый опасный игрок вообще из всех, ну, ныне действующих получается. Вот я всегда рейнджер смотрю, я вот всегда смотрю, я смотрю на Панарина, мне очень нравится. Панарин, да, вот Панарин, он может чему-то даже именно показать, чему-то научить. Вот если бы вот он делал какие-то мастер-классы, с удовольствием, сам пошел бы, поучился даже у него. А такой он же приезжает у вас? Ну, пока у меня, видно, не получалось. Ну, может, я не знаю, НХЛ-овцы смотрят, Черкаса, может быть, Панарин тоже увидит, это надо в тизер. Ну, с удовольствием приду и поучусь. Потому что, да, я считаю, это самый интересный игрок, за которым приятно наблюдать именно в хоккее. Мне вот приятно наблюдать то, что он делает, как он, где он открывается. И чтобы потом своим мальчишкам говорить, их обучать этому. А вот смотрите, сейчас получается, Академия Овечкина откроется, у Панарина есть Академия, у родителей возникнет выбор, куда идти, вот в эти традиционные школы или под имя звезд? К тренеру, обязательно. Смотреть, а как выбрать? Это надо прийти, пообщаться с ним, понять, сходите у вас мировоззрение, я не знаю. Ну, да, здесь тяжело в этом плане, особенно если там мама только-только там хочется привезти ребенка, она еще не знает, кто-то такой, даже там Фетисов, Суярков, кто там такие. И она приводит свою школу, которая ближе к дому. Ну, а потом, если, конечно, родитель хочет, чтобы из своего ребенка что-то получилось, и, может быть, он стал хорошим сильным хоккеистом, да, дальше нужно искать именно тренера. У нас, когда надо что-то прокомментировать детский хоккей, все время Курдин, который воспитал Гусева, Ожиганова и Кучерова, да. Ну, как бы у вас тоже заслуг немало, но мы, тем не менее, не такой медийный. Это потому что как-то так не получилось, ну, к вам там нужных, скажем так, знаком с журналистами не завели, или это потому что вам неинтересно? Ну, конечно, не очень мне это интересно, но, да, бывает, там просят меня даже покомментировать матчи КХЛ, но, поверьте, очень много работы. И где-то я часто отказываюсь, и, видно, уже знают, что я отказываюсь, и поэтому меня там не приглашают. Спасибо вам, вы же пригласили меня. А тогда вопрос вот следующий. Я не могу вспомнить по годам, но, по-моему, с командами Курдина вы пересекались. То есть я, хорошо, мы не берем, как это называется, детском, регулярные чемпионаты, вот именно финалы России, что-то такое, или финалы региона, вот чтобы прям был за золотые медали матч Суярков против Курдина. Такие были игры? Ну, конечно, были, во-первых. Ну, во-первых, я хочу сказать, вот, почему я взял 2002 год. Я в 2012 году выпустил ребят 95-го года, и мне нужно было взять команду какую-то там, вот, и как раз у нас в ЦСКА, я в ЦСКА еще тогда работал, 2002 год был самый слабый, они на седьмом месте были. И я знал, что самые сильные, лучшие игроки – это Курдина, как раз он тоже 2002 год, и мне всегда хотелось с ним именно вступить вот именно в такое сопротивление. Это Подольск был, да, где Хуснудинов, Фарказинченко? Да, 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 нет, он тогда, Белые Медведи у него были. Да, Белые Медведи у него тогда. И я тогда взял, я вот взял специальный 2002 год, чтобы именно играть против Геннадия Геннадьевича. То есть это как в фильме вот это показывает, там фильм-гонка, да, где они... Мне всегда нужен какой-то раздражитель, вот у меня в 95-м году был Андрюх Капранов, Динамо, там, где я вот именно... Мы друг другу не давали стоять на месте. Знаете, бывает тренер, ну, все, выиграем, ну, что тут тренировать? Нет, мы друг другу не давали стоять на месте и всегда тренировались в полную. Я тренировал детей в полную-полную, выкладывал, и поэтому там ребята росли. И также мне нужен был еще кто-то, какой-то раздражитель такой. Вот Курдин – это был хороший раздражитель. А вы для него тоже? Это параллельные процессы? Ну, надеюсь, потому что у нас всегда были очень нервные игры. Будем так, Геннадий Геннадьевич так нервно всегда ко мне относился. Всегда судьи... Душевый? Да, что я судьи подкупил всегда это было. И у нас так были, я честно скажу, благодаря вот именно нервозности Геннадия Геннадьевича, я некоторые... Многие игры выигрывал, обыгрывал его. Ну, за золотой какой-нибудь матч, самый главный, кто выиграл. Знаете, один раз я проиграл, я до сих пор помню, мы выигрывали, и Геннадий Геннадьевич поступил хитро, выпустил шестого игрока, судьи не увидели, вратарь стоял. И шестого игрока, и он как раз тогда сравнивает счет с шестером, я помню. И это было сборной Москвы, тогда была сборная Москвы, играл против сборной... Я не знаю, тогда уже Подольск было, это сборная Запада, что ли, там, где Локомотив был, и Подольск. Но тогда какие-то ныне известные игроки в том матче участвовали просто, чтобы потом... Ну, конечно, Марат Хуснудинову обязательно, да, там... То есть, если его спросить, вам вспомнят, да, эту победу? Ну, да, да, это было в Дмитрове, я тогда помню хорошо, потом уже в записи смотрели, там Геннадий Геннадьевич всегда такой, он хитрый в этом плане, он мог придумывать. Одна игра, очень, не знаю, Геннадий Геннадьевич вспомнит, 92-й год был у нас, я в ЦСКА когда работал, вел Чебарин, хороший вообще тренер, царство небесное. 92-й, это когда у него были Гусев, как раз вот эти все. Да, да, Гусев, да, и я тогда, 92-й год, поехал, тогда Чебарин не смог, то ли он болел, я уже не помню, честно говоря, я поехал в «Белые медведи» с ним играть двумя звеньями. Тогда Кирилл Кабанов за меня играл, Серега Барбашов, старший брат Барбашова, и там много игроков, хорошая команда, в принципе, тоже ЦСКА была такая, но два звена только были. Ну, Кабанов, извините, он тогда же вообще считался, что это новый феномен. Да, да, он тогда хороший, да, он за 91-й год играл тогда. И вот двумя звеньями я поехал играть с Курдиным, и тогда Геннадий Геннадьевич молодец, конечно, 7-2 я веду, 7-2 я веду «Белые медведи», обыгрываю там, на «Белых медведях». Ну и что делает Курдиным Геннадьевичем? У него четыре звена, он просто заставляет свое четвертое звено драться с моими первыми. И всех сажает. Да, и у меня из первых двух звеньев осталось два человека и третье. И мы последний период доигрываем там 7-8, и, конечно же, мы проигрываем ему. Уже тогда, когда драка началась, был счет 7-3. Я помню, это хорошо, я уехал такой расстроенный тогда на всех. Ну, для меня это было вот… Ну, 7-3, да, где-то еще и в третьем периоде. Да, и причем обыгрывает такую команду, которая там, ну… Она была сильнейшая во всей России тогда, у Геннадьевича. Там все ребята были, молодцы, конечно. А вот скажите, пожалуйста, сейчас вот с распространением соцсетей любой чих детского тренера, особенно старой школы, сейчас из этого каждый раз разрывают скандал. Есть какая-то грань для тренера, как вот с этим быть, и как вообще вот то, что каждый родитель может записать любое, как это влияет на работу тренера? Ну, во-первых, ты… Не надо бить детей. Ну, да, как-то словами, как-то… Ну, и бывает иногда, я так по попе там ударю… Ну, шлепок, да, это что-то. Я еще помню, меня так же били, а у нас раньше-то трусы были, там не было защиты, когда дуд, там такой синячок остается. Ну, я в водный пол играл нас мяч, кидал тренера Микасовский. Это было очень больно. У тренера бывают эмоции, да, когда иногда они… Ну, он их неправильно выхлёстывает именно на детях. Ну, это нельзя детей бить. Ну, ты должен доносить детям, объяснять. Их ни в коем случае нельзя унижать. Если ты начинаешь детей унижать, все, они тебя перестают слушать, и они, наоборот, все назло делают. Должен… Вот почему хороший тренер детский, вот, хороший психолог, он умеет с детьми общаться и именно понимать, когда нужно ребенка отругать, когда нельзя ребенка отругать. Вот у меня есть в команде, которых я знаю, что нужно, наоборот, отругать. Вот Никита Задоров. Я знаю, помню, его нужно всегда было на одну смену посадить, когда он начинал что-то неправильно делать. Закипел, это что-то… Да, его посадить немножко, он остудился, и потом он играет шикарно, просто шикарно. Вот на одну смену я его, бывало, сажал. Ну, это мало, редко, но бывало такое вот. Маме Никите приходилось объяснять, почему вы сажаете, или тогда вам как бы верили слепо, что вы знаете, что делаете? Ой, у меня был такой, с Серегой, с папой Никитой часами разговаривали по телефону, после того, как-то бывало, что-то я там посадил, что-то сделал там, ну, именно с папой там, папа всегда такой, как это, Никиту мы его посадили. Ну, я говорю, ну, это нужно именно для того, чтобы он в качестве именно какого-то наказания. А как вот, если у вас в команде 20 человек в сутках, 24 часа, если с каждым родителем по часу разговаривать? Ну, не все такие родители. Но я понимал, что Никита перспективный парень, конечно, и поэтому, тем более, ну, я говорю, родители жили, вот почему я вот… А, я понял. Надеюсь, Никита посмотрит это интервью и поймет, что как он неправ именно в отношении с родителем, потому что они жили этим ребенком, они все для него делали, и, конечно, какая-то небольшая неудача, когда тренер там что-то посадил ребенка, но они именно выясняли. А как происходит вот в детской команде разбор? В перерыве есть какой-то разбор игры или вы им просто, они сидят, вы их не трогаете вообще? Нет, ну как, обязательно. То есть вы говорите, что кричать там нельзя, то есть вы заходите спокойно, методично, типа Вася. Вот тут надо было так там… Это наши российские дети, да, вот хочется рассказать пример один. Финальная игра, опять же, про тот же Виндзор, когда я был тренером юниорской сборной, когда после финальной игры с американцами первый период мы проигрываем 0-1. Не играет тот же Валера Нечушкин, там что-то вот на прокатах, как говорится, назад не возвращаются, не выполняют задания тренера. Вот финальная игра. И уже идем в раздевалку, и Андрей мне, Капранов, говорит, помощником был, Серег, надо их немножко взбудоражить. Ну, тут я и зашел, так взбудоражил их, там панель разбил, мусорку разбил. Накричал с такой силой именно то, что парни, вы приехали сюда, вы столько сил отдали, в финальной игре вот так возить трусы, не биться, не бороться, ну нельзя иногда. И вышел из раздевалки, там охрана прямо стала по стойке смирно, когда меня увидела после всего этого диалога. И главное, чтобы парни не обиделись. Вот мне потом рассказал доктор, они просто встали, обнялись и сказали, ребят, ведь Владимирович прав, говорит, давайте. И мне второй период совсем по-другому играли. Мы их 5-1 после второго периода. Общий счет мы получился, мы обыграли в финале вот их 7-4. Вот американцев. И стали вот чемпионами. И я уверен, что если бы я зашел просто там, что-то им сказал, ну это бы так же, они продолжали бы кататься. Иногда нужно наш русский характер немножко завести, именно завести. А как тогда, то есть тоже нужно понимать, что ты говоришь, чтобы, как вы говорите, никого не унизить, да? То есть не на какие-то ошибки, не пихать там именно, а просто... Я не обзываю их там, не говорю, ты там, ну разными... Я им говорю, парни, зачем? Зачем мы тут столько бились там, травмы? Я вот знаю там, Кирилл, защитник у меня, Воробьев, он со сломанной рукой играл этот матч. Я знал, что без него я не исправлюсь, потому что он все шайбы, он до сих пор играет. Он до сих пор ловит, он же побил рекорд. Да, я с ним поставил защитника, который, я говорю, он отобрал шайбу, тебе как-то он дает, он сломал, он поймал шайбу рукой голой, и вот здесь он там переломал кости, и он играл со сломанной рукой. То есть я, ребят, зачем вы ломали кости, столько синяков получили? Потому что после каждой игры, конечно, там в Северной Америке, особенно против русских, старались играть жестко, ну все ребята там получали какие-то микротравмы, и доктор там, я ему даже доктору отдал свой люксовый номер, чтобы он там с ребятами занимался, там двухкомнатный, помню, номер был, чтобы он их лечил, там занимался с ними, столько вы получили синяков, и чтобы сейчас выйти и просто так кататься, отбывать номер парня, я не понимаю для меня это, мне это непонятно. И вот они завелись, они завелись, они поняли это, и я благодарен этим парням, и для меня это самая такая высокая победа, я до сих пор, я говорю, вот у меня в телефоне даже заставка всегда, этого ледового катка, где уже я сижу после игры, просто, ну, знаете, выдохнул тренеру. Но это на самом деле нечасто, да, там вспоминается в интервью и у самих игроков, но вот просто историю рассказываю, как-то сижу. С 95-м годом в Канаде я что-то хотел посмотреть, как они, кто был на льду, когда они в полуфинале, вот, ЮЧМ от Америки пропустили. Ну, этот момент кручу, и так совпадает, что в этот момент Рафик, Рафиков и Юдин, те, кто и были на льду, они заходят, о, выключи все, там, не могу смотреть. Это были, по сути, там, ваши дети, да, вы их там столько, вы себя винили в том, что вот, ну, так пришлось сделать, и тренировали не вы, а они, ну, мечту не реализовали, они рассказывали, что про это, прямо про победу в Сочи, там все это грезили. Я говорю, это самая большая ошибка в моей тренерской карьере, я сам это виноват. Ну, тогда были такие именно моменты, когда я по-другому не смог это поступить, и, да, мне жалко это, если вернуть время назад, я думаю, конечно, поступил бы по-другому. Я знаю, что я бы собрал там немножко другую команду, которая бы дала лучший результат, но мне так казалось, будем так говорить. Потому что я этих... Краснодору-то и не взяли, да. Да, я этих ребят хорошо знал, я их очень хорошо знал, этих ребят, и знал, кого нужно ставить в большинстве, кого в меньшинстве, кому нужно по головке погладить, кому нужно по шее дать, и кого нужно перед игрой поговорить с ним. Например, с Никитой Серебряковым нужно было, тогда же вот Никита как раз и не играл, он не был в этой... Шестеркин же там был со мной. Шестеркин был, да, там Бочаров был, а Никита был третьим вратарем. Хотя я знал, если к Никите подойдешь, говорю, Никита, постарайся, говорю, команда в тебя верит, давай, говорю, Сергей Иванович, все сделай. И вот он все делал. Посмотрите сейчас как, мне приятно на него смотреть. А когда он потух же в какой-то момент, вот когда его там что-то из «Адмирала» в первый раз, когда он играл, там какие-то проблемы, травмы, там что-то... Там какая-то была у них то, что там из-за агента, типа там, что он специально там что-то пропустил, я слышал это, но я знаю, что Никита не может там специально там... А, то есть там даже так, какой-то был такой шушит? Я не понял, я такой, да, что-то такое было там, и там... Мне... Я всегда наблюдал, я знал, что Никита один из сильнейших. Да, он небольшого роста, как бы для современных вратарей нужен большой рост, но так как он обезьян на воротах, он... Посмотрите, что он творит тут. Мы говорили про родителей, блат-коррупцию, тренерскую компетенцию, агенты. Их тоже называют бичом, что они чуть ли не в 12 лет уже всех берут в оборот, там всех самых талантов, там ходят всякие слухи, что приходят к тренеру, там дают ему тысячу баксов, условно, давай всех ко мне отправляй, там кто более-менее ходячий. Это тоже преувеличение, как вы говорили, про блат и коррупцию, или это действительно такая проблема существует? Нет, это преувеличение однозначно. Да, там есть агенты, которые подходят, иногда спрашивают про мальчишку, что ты скажешь про этого мальчишку, что про этого, ну помоги там, или там помоги мне, чтобы он со мной там подписал. Но это такие вот, есть сильные агенты, которые да, они там уже начинают только там 17-18 лет с мальчишками, а есть кто вот только начинающий, они начинают уже с детского хоккей. А, они в надежде, чтобы выйти как это, моют золотишко, да, что останется как, а, ну понятно. Да, я сначала много, особенно по 95-му году, многие предлагали вот там даже деньги за, ну агенты, я всегда был против, потому что я хотел, чтобы мои мальчишки играли, и вдруг я, потому что я не знал, что-то, кто такие вообще агенты. Уже потом был такой случай, одному агенту я подошел, ну хочешь вот моих 2002 год, ребят, покажи вот свою работу. И когда он мне показал работу, когда там вот как раз Колька Голдобин был в Ванкувере, он помог Кольке попасть в основной состав, я знаю, там, а потом вот там помог там одному, вот как раз Витти Шехворосту там попасть. Да, я увижу, что этот человек может, и я тогда уже, если меня спрашивали, я говорю, ну вот я знаю этого, говорю, агента, вот я предлагаю. То есть вы просто свое, так сказать, своим видением на этот счет готовы были поделиться? Я говорю, вот я знаю, что вижу, да, вот этот, я вижу, как он общается, как даже ведут они игроков, если травма, тут сразу помогают, там, везут там куда-то там в больницу какую-то там лечить быстро эту травму, чтобы он быстрее восстановился, мальчишка. Я это вижу, и тогда, да, я просто предлагаю. Но никогда я не возьму денег с агентов, которые будут, ну, просить, вот, подпиши, мы тебе заплатим. Я это никогда не буду. Есть какой-то универсальной методы, вот в каком возрасте надо уже заключать какие-то там с агентами контракты, или тут тоже никогда не угадаешь? Ну, когда уже, наверное, перед МХЛ, 10, где-то в этом вот. Вот когда уже ребята выходят из школы, может быть, да, уже кто-то вот, сильные игроки уже вот имеют каких-то агентов. Ну, то есть, когда в 12 к тебе приходят, говорят, пиши контракт, это скорее навредит, да, то есть эти люди... Какую? Ну, в 12 лет еще непонятно, что будет с тебя, не будет с тебя. У меня вот есть мальчишки там, вот я жалко, что вот Якунин Димка у меня 95-го года не был. Не заиграл парнишка. И то, ну, по своей дурости, я считаю, там, его также в команде МХЛ там перевели с первого в четвертый звено, ну, только, чтобы где-то отыграл игру плохо. Он взял, обиделся и закончил с хоккеем. Вот я знаю, что он бы заиграл бы там мальчишка, есть такие вот. Поэтому вот в 12 лет там, да не надо, а то они еще там зазнаются эти мальчишки. А вы вот упомянули про тех ярких игроков, которые по детям были, но потом, скажем так, пропали и закончили. Здесь какая главная проблематика? Вот мы опять же говорим только с точки зрения научно-образовательной. Вот если родители смотрят, чтобы они знали, как это может быть, как происходит. Ну, я не знаю, истории там. Там влюбился, стал там по ночам гулять, все упало, все думают, что все, там человек, ну, перестал. То есть как с этим совсем? Не, ну, я говорю, что уже где-то к 16 годам появляются другие интересы у детей. Бывают девочки, спиртные напитки, возможно, даже курить. Особенно вот это отравы, это на свай, там, под губу. Они смотрят на других тоже хоккеистов, которые вот это под губу. Ну, у меня были такие случаи, я не буду называть фамилию, с мальчишкой, я знаю, у него очень-очень такой был сердитый папа, и я его поймал именно с этим на сваем. Получилось, там, мы зимой шли, он сплюнул в снег. Я увидел, что он сплюнул в снег, таким, ну, потом нашел в кармане, и он там просил меня, только не говорите папе, ничего это. Ну, я понимал, что там папа его убьет, будем так говорить, и не сказал. Прошло время какое-то, и вот сейчас я с ним встречался, и он мне сказал, говорит, Сергей Леонидович, лучше бы сказали папе. Мне тяжело было с этого на свае слезть потом. Все равно это какой-то наркотик, который вот именно мешает, я считаю, мешает спортсмену очень сильно. А как вот влияние взрослых? Вот Ковальчук, все знают, это там наша легенда, суперзвезда, говорит на, ну, на всю аудиторию большую, что вот я там после игры пью пиво, и считаю, что это полезно. Это на подростков вот может плохо повлиять, что они думают, ну, раз Ковальчук пьет там пиво. Ну, возможно, это на самом деле полезно, но только может быть там одна бутылочка 0,33. У нас же самое главное количество какое вот в этом плане. Ну, вроде продлил. Это еще когда сам я играл в хоккей, говорили, да, там, пиво там полезно, а именно, ну, не в больших количествах там выпить. Конечно, это лучше, не надо это говорить. Но это же все равно все вот идет от, как бы, связь поколений, вот тот же самый этот снюс, который вы упоминали, вот просто из своей практики, примеры, я там чемпионат мира, у людей главный турнир молодежный, все, я им говорю, ребята, вы играете за сборную, если кто-то скажет, что мы не настроились на матч, вы играете на чемпионате мира, то нахрен, там, секир башка, ну, так нельзя, ну, вы себя дураками выставите, вы проехали на чемпионат мира и не настроились. Они говорят, а вон там, типа, там, Ковальчук же, ну, там, я, извините, что там, что Ковальчуку, там, вот, там, Овечкин, там, так говорит, вот, почему нам нельзя, я говорю, ну, вы, это другое. Когда вы станете такими звездами, очень много женский пол, да, да, очень, именно, много хоккеистов тоже вот из-за, слишком рано там женятся, и, конечно, вот это мешает, я считаю. Но, эта жизнь, как быть, вот, как, опять же, я это все время упоминаю, с высоты прожитых лет, с своего опыта, как вот, как баланс держать. Я Серега Толчинскому прислал, как-то один раз, это, видеоролик, я думаю, с намеком, там, этот, знаете, песня, первым делом самолеты, да, но Серега не понял меня, и часто он понимает, что тогда, ну, не надо было ему жениться, ну, вот, а теперь я не знаю, женится ли он вообще. Вы можете сходу определить, что там у парня появилась девушка, ну, там, 16-летняя, там, какие-нибудь 15-летняя, вот это видно, когда человек, у него хоккей был на первом месте, а ушел на второе, вот, там, по отношению, может, он там, как-нибудь в облаках витает. Ну, так сразу, прям, не скажешь, ну, тренировки начинают прогуливать, конечно, там, думать об этом, а если, не дай бог, там, девчонка его бросила, или еще что-нибудь, так вообще там настроение там меняется, и поэтому, да, вот, я считаю, вот ты состоялся хоккеистом, потом, да, и найди себе подходящую девушку, хорошую, только не ту, которая, знаете, вот, они специально, есть девочки, там, бегают за хоккеистами, прямо, приходят на хоккейные тренировки, там, на игры, там, есть такие девочки. То есть, даже в детском, я вот один раз, я, ну, когда, вот, там, парни, с кем я был знаком, там, Коршков, Красковский, играли за Локо, и я был в Ярославле, пришел на их игру, так там, реально, они бросали телефоны, бумажки, они стали дойдут, и я просто, и такое, это действительно повсеместно. Есть, это везде, в каждой команде, это, да, и там, и в Динамо такое, я знаю, есть, да, везде, вот, именно к молодежи, они понимают, у этих мальчишек... Шанс, да? Да, есть шанс, что они будут зарабатывать хорошие деньги, вот это, мне всегда папа говорил, найди себе с периферии какой-то, и я и нашел себе с периферии. Так а сейчас, мне кажется, судя вот, с периферии, там же и более хватки, ну, я не знаю, ладно, мы говорим просто про хоккей, то есть, этих историй, как вы сами говорите, полно. Но это обсуждение идет вот между вам, между тренерским штабом и родителями, между тренерским штабом и детьми на каких-то собраниях, вот такие темы вообще поднимаются, какие-то проблемные, или тут каждый как бы, ну, как у кого пойдет, так пойдет, ничего не сделать, это жизнь. Насчет насвая, да, я как бы вел и часто разговоры из интернета, показывал все это, что это такое, к чему это приводит, к нарушению психики, а в хоккее психика это как бы важна очень. Ну, кто-то понимает мальчишка, кто-то именно слабый, все-таки его именно не может, ну, один раз я попробую, ну, два раза, ну, ничего страшного, посмотрите, сколько хороших, сильных хоккеистов пропало именно из-за спиртного, вот когда они уже начинают, я скажу, что у меня в 2002 году есть такие, которые уже, да, уже пробовали, причем так пробовали. Ну, 2002-2021. Ну, они же не сейчас были, там года три-четыре назад. Понятно, там все были подростками, детьми, где-то вы, ну, условно, на сборе, чуваки куда-то ушли ночью, вы понимаете, что им там 15-14 лет, они выпивали ваши действия? Ну, был у меня такой даже случай, два ярославских защитника, я думаю, они понимают, кто это, я их в сборной поймал, просто, я их поймал просто с запахом, но я знал, что эти парни хорошие, сильные, я говорю, парни, еще раз повториться, я это тогда расскажу всем и уберу из-за сборной. Ну, эти парни в НХЛ играют сейчас, да? Один в НХЛ, да, один Ярославль играет, но, да, бывает такой, причем это конец турнира уже, мы на следующий день улетали, это было в Праге, в Чехии, ну, я сам таким же был, я не спорю, там, может быть, я понимаю, если ты там вообще, ну, ты еле-еле ползешь, когда там, может быть, ты попробовал, потому что от них только запах был, визуально не было видно. Не, ну, главное, они поняли, да, то есть, есть еще два правила, либо не пей, либо не попадайся. Ну, они серьезные парни, поэтому, да. Я вот там пришел к тренеру на личный разговор, и он мне объяснил, как часто и в каком возрасте игроки вот именно понимают, что им нужно от вас либо жизненный, либо совет, может быть, хоккейный получить, и именно там тренер, надо поговорить, или в детском хоккее так, ну, такие вот общения не принято? Нет, ну, почему я, и даже сейчас, вот, ребят, там, двенадцатый год, я иногда вызываю и разговариваю один на один. С малышами там об одном, там уже со старшими, когда было обязательно, тоже вызываешь, у меня были такие случаи. Один в 2002 году в Динамо, там, мальчишка тоже, там, родители развелись, и он почувствовал, ну, не знаю, может быть, он так всем показывал свое недовольство, не знаю, рано очень стал жить с девушкой, там, плюс, там, и пришлось с ним разговаривать, объяснять, и почему там, и что ты не имеешь права, так, во-первых, к маме относиться, и все. Ну, парень вроде понял, бывает такое, это вот в пятнадцать, в четырнадцать лет такое вот. Ну, поскольку всем же время не уделить, это получается, ну, только, скорее всего, такое отношение к тем, в ком вы видите, как спортсмени будущее, да? Ну, вы же не можете вот все это расплескать, вот, тем более, у вас там и свои дети, и прочее. Не, ну, получается, со всеми практически со всеми разговариваешь. Или вы так ко всем так прикипаете, да, что они, ну, как всем, ну, как грубо говоря. Ну, это как твои дети все равно, ты живешь этой командой, и ты, если тренер не будет жить этой командой, не переживать за каждого ребенка, но это не тренер, это так. Катки. Еще один обсуждаемый момент, есть цитата Сергея Сергея Гимаевича, катки построили, а для кого там одни арендаторы? Есть такая проблема, или получается, что вот когда мы количеством катков там, ну, не знаю, кичимся, наверное, плохое слово, ну, что-то вроде этого, то надо учитывать еще, для кого катки эти строятся, и кто на них катается. Ну, да, возможно, смотря, очень много коммерческих же катков, которые должны приносить прибыли, если люди строили, конечно, они в основном арендаторы. На детской школе много не заработаешь. То есть, когда мы обсуждаем количество построенных катков и считаем их как, там, квадратный метр льда на душу населения, надо еще понимать, для кого и для чего эти катки? Ну, поймите, для школы один лед – это очень мало. Хорошую школу не сделаешь на одном льду, ну, хорошую, которая будет давать результат. Плюс эта школа наверняка там хочет, чтобы зарабатывать какие-то деньги, и поэтому, да, лед сдается, сдается. А самый востребованный лед – это, ну, после обеда вечерний лед, как раз, когда и дети должны тренироваться. И здесь, вот, да, в таких школах очень мало ледовых тренировок, и поэтому эти школы не дают результата. Вроде много катков, а результата не так много. Вопрос возникает такой. Вот вы же наверняка, поскольку видели, как в Северной Америке это устроено, то есть там такой как бы маленький комплекс, там, грубо говоря, они чуть ли там не через перегородку небольшую, там, 3-4 коробки, да, площадки. А почему у нас такие не делают? Ну, это уже не ко мне вопрос. Ну, вы не интересовались, да, ну, вы же, поскольку это видели, наверняка поднимали где-то такую тему, что а почему не построить такое? Я думаю, что они не сильно, то есть они не выглядят как сооружения, которые там какие-то стоят безумные деньги. Ну, сейчас стали строить, посмотрите, вот именно сейчас стали строить, если вот именно минимум 2 коробки. То, что раньше строилось, да, это по одному катку, особенно вот эти школы, которые там Белые Медведи, Северная Звезда, хотя Северной Звезде тоже пристроили еще один ледовый каток. А проблема льда существует или это... Она всегда существует. Она вот, единственное, у нас только в Спартаке не существует, потому что у нас 4 ледовых коробки, ну, 2 больших и 2 маленьких, и нам, конечно, достаточно льда для школы, и вот поэтому мы даем результат, будем тоже... И все равно какие-то истории же есть, что кто-то там к 6 утра сквозь снег пробирается, или у вас там с 9 все открывается, поскольку там много? Ну, 95-й год, даже были тренировки у меня, я тренировал их на открытом льду. Раз в неделю, у нас понедельник тренировка была, ребята с удовольствием приезжали, вот как раз на Олимпии, это район Ховрина, приезжали мы. Я там лично сам... В Серебряном Боро, я помню, Голдобин же, по-моему, у вас, когда вы снимали с ним выпуск, он же показывал какую-то коробку, да? Ну, он в Химках, у него в Химках, я знаю, он в Химках жил, и там он, да, на открытом льду. А, это не с вами, у него там свои какие-то были? Нет, он там же, он приезжал сюда, и здесь тоже тренировался на этой коробке, ну, и вся команда тренировала, все там ребята. А сейчас, если отправить на открытый лед, это... Да я боюсь, что половина заболеет, сейчас дети, конечно, намного слабее. А правду говорят, что появилось такая, как бы, ну, уже чуть ли не поколение, да, кому там, он на скамейку запасных садится, ему бабушка там чаек из термоза прямо во время игры, или это все-таки какое-то преувеличение? Ну, у меня таких нет, возможно, да, есть где-то в каких-то других школах, где... или кто-то только-только приходит, но остальных, обычно из таких ничего не получается, да. Наверняка же, ну, вот, когда там какой-то собирается комьюнити, да, вот тренеров вы какие-то друг другу байки, басни травите, вот какая самая лютая дичь происходила с родителями, ну, не жесть там с пистолетами и сломанными ногами, а именно смешное. О, нет, жесть была, да, вот, когда там играешь игру, от тобой на балконе, там, я чувствую, драка идет, там. Это вот, когда только-только начинал я тренерскую карьеру, там было. Так, между соперниками или... Между родителями, наверху, на балконе, над тобой. Соперника? Ну, да, там кто-то что-то не то слово сказал, там, слово за слово и пошло. Сначала даже мамы начинают драку, а папы продолжают эту драку. И такой... Вот когда я только начинал тренерскую карьеру, это сплошь и рядом было я даже... Особенно во второй группе. В первой группе нет, во второй группе прямо и дети дрались, и я, честно говорю, сам был грешок там, дрался. Когда только-только с хоккея пришел, ты понимаешь, некуда энергию девать у тренера. Вы дрались тренер с тренером, что ли, или как? Ну, один раз с судьей, один раз с родителем. Там было такое, ну, меня ребенка травмировали очень сильно. А, то есть вы пошли? Я, да, так как-то... Ну, это неправильно, так не должно быть. Хорошо, это не засняли, ничего, сейчас бы... Ну, сейчас бы, да. Да, это было тогда, разбирательство такое было, ну... А вот эти все дела, кстати, которые попадают, скандальные на YouTube, вот это там в Telegram, это потом в Федерации же там какие-то решения, да, выносят. Ну, конечно, ну, это да, это стыдно, это неправильно, есть такое. Ну, бывает, да, вот еще раз повторюсь, что иногда тренеры не выдерживают эмоций, они срываются на детях, но это неправильно. А вот говорят, что в детском хоккее интриг больше чуть ли, чем у него взрослого. Ну... Намного, намного, да, согласен. Алексей Юрьевич Жамнов это понял, когда стал руководить хоккейной академией «Спартак». Сколько ему там звонков было, сколько ему... Он говорит, я, говорит, когда руководил хоккейным клубом «Спартак», он говорит, столько у меня звонков не было, когда стал... А как родители узнают телефон директора академии? Ну, я не знаю, да, там ему часто там звонили, и он сам говорит, я в шоке был. Он понял, что... Ну, родители это... А какие триги? Там, то есть, из серии, там, не знаю, в пурген в чай подлить, или как в балете какую-нибудь кнопку подложить в конек. Вот до чего там доходит? Да нет, ну, среди родителей, ну, они... Ну, родители тоже могут там подлить что-нибудь, я не знаю. Не, ну, там больше Алексею Юрьевичу звонили из-за того, что почему мой не играет, почему мы его не берут, или там возьмите, или здесь, почему мы его ребенка отчисляют, там, ну, такое все это, ну, как обычно. Да, нет авторитетов, ну, Алексей Жамнов, это же там знаменитый хоккеист, там... Да, они готовы куда-нибудь повыше позвонить, это же мама, я еще раз говорю, любовь к ребенку мамы, она готова ребенка своего защищать, ну, это правильно, это материнский Нет, это да, но вот все равно как-то, я не знаю, вот сейчас же полно всяких там, знаете, в интернете курсов, которые там коачи, чего-то там учат ментальные, по-моему, пора вот такие вот для хоккейных родителей тоже запускать, вот чтобы их как-то, ну, вот обучились... Ну, возможно, когда надо какого-то в школе держать психолога, который будет именно с родителями, не с детьми, а с родителями, потому что, да, родители иногда там, они вот именно мешают, вот тут даже у меня были случаи, там, ребенок смотрю, первый период закончился, ребенок заходит, там, пока идет по коридору, конечно, я не видел там с кем-то, родителям что-то накричал, орал на него, он идет, плачет. Ну, то есть в идеальном мире лучше бы, чтобы они смотрели по телевизору, да, в холле этот матч? Да, со стороны, да, ну, пусть болеют там или где-то там со стороны, не, но иногда родители нужны, чтобы они вот именно болели, там, кричали, там, заводили детей, это нужно. А если родитель бывших хоккеистов, вот я, например, помню кто, ну, не помню кто, но помню историю рассказывал, что когда Саша Романов играл, закрыли советов детскую команду, Зинитлах Айдарович приходил на трибуны, он смотрел, но он никогда ничего не лез, он смотрел, даже с ним не разговаривал с внуком, ну, и там уходил по своим делам. Вот если родитель, человек хоккейный, это как-то меняет ситуацию? Конечно, вот у меня, у меня папа всегда с хоккеем, и я хорошо помню, он никогда во время там не кричал там игры, никогда мне ничего не говорил, мы просто ехали спокойно в метро, и он мне объяснял спокойно, не ругаясь, и я это лучше воспринимал. Я это родителям другим говорю, не надо кричать на ребенка, спокойно, я ругать ребенка нужно там за лень его, за какое-то поведение, а ошибки ты должен подсказывать, мы все ошибаемся. Вы же как-то говорили, что проводили исследования, ну, там, на предмет, по-моему, кто дошел до 9 лет, и как это дальше развивается, ну, если одна команда играет вместе долго, вы упоминали такой момент, а вот никогда не задумывались над тем, ну, скажем, какой процент более успешные дети, у которых, если их с типажом родителей соотносить, такого никогда? Не знаю, я всегда задавал вопрос, почему, извините, у богатых родителей не сильные дети, вот у меня всегда очень много было, не знаю почему, видно, потому что у них все есть, у этих детей, у них нет такого рвения тренироваться, вот этот вопрос, я чаще всего вот именно богатые родители и… То есть это соотношение, скорее, не характер родителей, а их финансовые… Да, и дальнейшее воспитание ребенка, вот, может, то, что ребенок все имеет, ему зачем чего-то добиваться в этой жизни, если у него все уже есть. Еще момент интересный, я вот упомянул Сергея Сергеевича Гимаева, я так понимаю, что с его отцом, ну, всеми нашим любимым Сергеем Наильевичем вас тоже многое связывало. Я благодарен Сергею Наильевичу, он мне очень помог именно в тренерской карьере, спасибо, хочется сказать ему, что он меня взял в ЦСКА, пригласил в ЦСКА, и два года под его руководством я работал, и он мне очень много помог, помог правильно, как мне общаться с детьми, как тренировать детей, там, даже был такой один случай, он пришел, я помню, на тренировку смотреть, сел на трибуны, в большой арене, когда ЦСКА еще, старая арена, и я тут все бегаю, подсказываю ребятам, показываю упражнения, там, 3-1, 3-2, им 10 лет, а я 3-1, 3-2 упражнения даю, и у меня все так получается, Толчинский, Голдобин там друг на друга, там пас забивает, Макс Мамин забивает пас, и я думаю, все, на следующий день тренерский, я думаю, все, у меня сейчас тот, я плюсик заработал, будет хвалить, тренерский, и вот он начинает, Сергей Наильевич, вчера посмотрел тренировку одного дарования, молодого тренера, как начал меня, просто, ты че, в таком возрасте, 3-1, 3-2, какие эти упражнения, ты что там, ну и на меня тут при всех, я поджал голову, и потом уже, когда тренерский закончился, он говорит, Серега, я считаю тебя один из сильнейших тренеров здесь, в нашей школе, говорит, такое нельзя, ты должен развивать детей, зачем эти упражнения, я так помню хорошо это, и я после этого, вот даже сейчас, вот только вот именно, вот он меня направил, он мне стал подсказывать, какие упражнения нужно знать, в каком возрасте, за два года просто я столько научился у Сергея Наильевича. А почему нельзя, вот они же лучше были лучшими, или это нельзя все равно, это просто так случилось, лучше все равно не рисковать и попозже. Ну, в таком возрасте, я сейчас понимаю, как тренер, что нужно развивать, опять же, развивать ребенка, индивидуально развивать ребенка, не надо этой тактики давать, если ты хочешь, чтобы из детей что-то из твоих получил. Ну, а матчи же проходят, как они должны играть в матчи, просто так кататься, веером, там, вискрем. В 10 лет такие упражнения не надо давать, в 10 лет. То есть, пасик там, как это... Ты можешь один в ноль, один в одного, даже два, два-один упражнения, такой, если кто, ну, понимает, два нападачи против одного защитника, тоже там, ну, уже вот, я только в этом году, 12-му году начал эти упражнения давать, там, ну, в том году в конце да начал давать, начинать. А так вот именно развивать, 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 катание, техника бросков, техника владения клюшкой и тактику. Ну, да, там, где ты должен стоять, там, в средней зоне нельзя терять шайбу, там, в зоне атаки ты должны, там, треугольником, там, атаковать. Да, там, можешь это говорить, но это... На тренировке такие упражнения, они еще рано их давать, будем так говорить. И это, Сергей Налевич, мне очень доходчиво. Хорошо, тогда другой пример. Вот вы говорите, что это было, когда им 10 было. Да. А Задоров, тоже, мы его, которого вспоминаем сегодня часто, вот он рассказывал в интервью, что вы играли в 11-12 лет с одним на вершине защитником, большинство 4-1. Я вам сказал, что мне повезло, да, что такие мальчишки были, я им на тренировке не показывал, я им нарисовал на панели. Я говорю, ребят, вот так, да, попробуйте, и они сразу это сделали. А, то есть, сходу вы ничего это не нарабатывали, они просто стали сами, да? Какие очень важны игровое мышление, очень важно. Вот мы как отбираем детей вот в самом начале. Конечно, смотрим на игровое мышление. Игровое мышление, она дается с генами. Она либо есть, либо нет, это как слух музыкальный. Она либо есть, либо нет, то же самое. Если игровое мышление есть, его можно развивать. Если его нет, то там бесполезно. И вот мне повезло, там, у Сереги Толчинского, у Кольки Голдобина, там, Саня Шаров, там, у них такое игровое мышление было, они в тройке так взаимодействовали, они спинным мозгом друг друга, там, чувствовали в детском возрасте. Когда начались у нас удаления, там, большинство, я знал точно, что если эти парни выйдут, они забьют гол. Они разыграют. Я им, да, им, я им рисовал. Как на майке, да, написано? Да, да, я им, нет, я где-то им на тренировке показывал, но я больше даже показывал именно на панели, показывал со стороны. А сейчас вот я, вот, у нас есть группа, там, в WhatsApp детей, я показываю разные моменты, как в НХЛ разыгрывают, как в КХЛ наши разыгрывают. А это полезно смотреть детям? Конечно. Смотреть, если человек фанатик хоккея и смотрит, там, шести лет эти игры, это плюс, да, идет? Конечно, да. А из таких и в обычные получается с фанатиков. Кто вот именно живет этим хоккеем, даже с детства, да, он на тренировку, что нет, я, как это, родители наказывают детей, говорят, ты на тревку не пойдешь. Как я на тревку не пойду? Все, буду учить там математику, главное получить пять, чтобы пойти на тренировку. А есть такие, которые, да и ладно, не пойду на тревку, и хорошо. Но из таких обычно не получается. То есть это все полезно, да, что у нас вот в КХЛ телевидении развивается, что практически левой матч можно посмотреть. Тогда другой вопрос. Толчинский и Голдобин, которых мы тоже много вспоминаем сегодня, они прослались тем, что показывали золотую шайбу, я не знаю, почему мы в прямом эфире, и как раз Сергей Наильевич их отметил. Вот по-любому же до них это как-то дошло. Вот как на таких маленьких детишек влияет, что на них вот такая слава свалилась вдруг неожиданно? Это когда тогда, ну они тогда были все довольны, мы играли как раз за моего отца, играли за золотую шайбу, тогда разрешили играть звену, причем они были младше других там на три возраста, на три года младше, и они вот там показывали результат, там многие шайбы, там показали только Кольке Голдобину, наверное. Он до сих пор ходит где-то в телеграмме, да, это ролик мне сейчас Колька присылал, да, мне присылал этот ролик, а там же они, как они с Серегой показывали, там мы обыграли, там что-то 9-4, что-то такой вот был счет, я не помню, и там как они, они все голы, они забили, вот эти мальчишки, и как они именно в пасс играли. Для меня это было вот, как они в пасс играют, как они друг друга видят, как они отдают в пасс. Но они были фанатиками, когда были маленькие, тоже сидели, смотрели там это НХЛ постоянно? Вот как раз хочется сказать, вот я тогда очень много воевал с родителями Толчинского и Голдобина, я знал, что они вместе играют очень здорово, но родители где-то ругались между собой, и получалось, что мне приходилось иногда их разъединять даже, хотя я знал, что нельзя их разъединять, потому что команде больше пользы принесет, если они играют вместе. Ну вот родители иногда там ругались, Серегина и Колькина, между собой, и это сказывалось на деятельности, где-то на кухне, может, что-то говорили, и они прекращали играть в пасс, и это прямо я сразу видел. И там тяжело, вот понимаете, и самое главное, что это сейчас есть, это продолжается, это было и в 2002 году у меня с детьми, и сейчас, в 2012 годом, это бич, родители обсуждают других детей, я всегда запрещаю обсуждать других детей, но они на кухне все равно это обсуждают, а дети слышат это, и в тренировочном процессе. Но надо тогда из всего этого сделать небольшую нарезку, как памятка вот таких вот от вас советов, вот типа этого, потому что, конечно, все мы там, кто так или иначе в хоккее варится, понимает, да, что такое там дети, но вот иногда некоторые истории от них прямо, ну не то, что авторы, но такие нюансы, что там родители ругаются, значит, этот пас другому давать не будет. Хотя я вот могу тоже рассказать историю, это доходило даже до уровня молодежного чемпионата мира, что в сборной, я не помню точно, там, короче, ну одну девушку любили, два парня, и она выбрала там этот на чемпионате мира, так это же вот про девушек, по-моему, Юрий Иванович, что ли, Бабенко, ну он тоже, когда вот был ассистентом, те, кто сидит в телефоне, ну значит, у него там какая-то, а они же обычно с Северной Америки, вот он все время сидит, сидит, там на собрании может сидеть, таких сразу там, ну что, ну и объясняли, вот там, ребята, ну девушки, чемпионат мира, он один, ну отложи ты на две, то есть реально говорили, что вот хуже, там человек играет, и тоже же нет никакого рецепта, вот как, как быть, ты же не полезешь в чужую, да, личную жизнь? Ну здесь иногда приходится тренеру, говорю, разговаривать, где-то мальчишка не слушает родителей, родители просят тренера, и тренер разговаривает именно вот насчет всего, потому что, ну мы же знаем, мужчина, когда увидит девушку, красивую девушку, он начинает другим местом. Ну да, а с девушкой, вот было такое, чтобы вы вот с девушкой вашего игрока, который, ну из-за этого подсел, как-то... Нет, такого, конечно, не было, я запрещал присутствовать на тренировках, потому что бывало, что там на трибунах сидели, особенно в ЦСКА у меня там девочки на трибунах сидели, и там... Ну про которых я говорил, которые телефоны бросают, да? Ну они уже там познакомились, уже все, они сидят, ждут их с тренировки, и, конечно, там уже и другой тренировочный процесс, и они уже там на трибуну смотрят, перед ними начинают там что-то, и вот это я запрещал, я говорю, буду стрелевки вагонять, если кто-то будет с дамой приходить сюда, чья-то дама будет приходить, хотя я же не знаю, чья там дама, я так... Нет, так раньше же хоть знакомились, так, ну как на улице, сейчас-то за Инстаграм. То есть это тоже все несет колоссальный, как бы, вред его... Прогресс, да, прогресс все-таки идет, я считаю, идет во вред хоккею, любой, сейчас, который идет, есть прогресс. В основном вот то, что перестали меньше двигаться дети, то, что вот сидят там в телефонах, сразу у них там любовь какая-то появляется тут же, хотя он не выходит даже на улицу, и плюс его просто вот именно, когда начинают считать эти очки, кто у кого сколько очков, кто сколько забил, и поэтому вот это какая-то зависть, я всегда мальчишкам говорю, самое плохое качество у человека – это зависть. Из-за зависти, в принципе, все войны, у кого-то там больше территории, у кого-то красивее жена была, вот зависть – это самое плохое качество у человека, если вы уберете эту зависть, не будете об этом думать, будете работать, вы будете развиваться, а зависть вас только будет, наоборот, толкать вниз. Все, мы обсудили, что можно, вспомнили. Если резюмировать, слухи о том, что детский хоккей загибается, преувеличены, я правильно понимаю? – Однозначно, однозначно, я считаю, наоборот, развивается, много хороших, сильных тренеров появляется, и школ появляется, и катки новые появляются, где вот даже вот взять там и комические катки, которые за деньги, но дают результат. – Новую суперзвезду после капризов мы рано или поздно получим? – Однозначно получим, скоро будет. – Суперзвезд новых мы ждем, но все равно получается это вопрос какого-то развития, его все равно как-то возможно решать именно не в частном порядке, в конкретных школах, а фундаментально, как вот про госпрограммы, может быть, какие-то там школьные уроки ввести, хоккея, для того, чтобы как бы селекцию расширить, и вот с формой как-то вопрос. – Ну да, на начальном вот именно для молодых мам, которые ведут своих детей в хоккейные школы, помогать именно финансово, вот это очень важно, потому что в основном мамы сейчас оплачивают все, и, конечно, мы мало имеем именно детей, которые приходят сейчас в хоккейную школу. Раньше еще золотая шайба была, а сейчас и золотой шайбы толком нет, все, нет ее. – Ну так хотелось на какой-то закончить все-таки большой ноте, а вы нет золотой шайбы, все. Ладно, тогда все равно, Сергею Владимировичу огромное спасибо, хоккейным мамам я прям проникся, вот за это сколько там, несколько часов мы сидим, вашей, так сказать, болью истинаниями и радостью, вам отдельный респект, надеюсь, всем понравилось, спасибо большое, до свидания. – До свидания. – Субтитры сделал DimaTorzok